Часть вторая. На западе и на востоке. Глава первая. В старых республиках в Обскове да в Новгороде. Шел Великий пост 1650 года, и царь Алексей каждый день в крестовой палате своей выстаивал по пять часов служб, тысячами бил земные поклоны, ел сухо, без варева, без масла. По понедельникам, средам, пятницам ничего не ел, кроме ржаного хлеба. И царицы Марьи не видел целый пост, почивал один в своей постельной. Март месяц веселый, солнце светит. С царева верха звенят капели, дороги почернели, воробьи в лужах купаются, а в крестовой палате звенит высокий голос попа. Пост от зол отчуждения, пост языка воздержания, пост пива отложения, пост похоти отлучения, пост лжи осуждения. Постит царь от голода ум легок, не окоснел, над его рабочим столом встают страшные виденья. Вот те и отложения попечения. Только что бурей прокатились мятежи по всей московской земле, казнил народ верных царских слуг. Тревожен стал государь после соляного бунта. Чудятся все ему кругом бешеные глаза, крики «Люба! Люба!» А за рубежом еще хуже. В Лондоне аглицкие черные доторговые люди королю своему Карлусу голову срубили. А бояре все на Юропу смотрят. Чего они там не видывали? Царь вскочил, подошел к окошку, заглянул. Стрельцы стоят в кафтанах синих. Значит, в карауле приказ стрелецкого головы Осипа Дурнова. Приказ здесь полк, кроме названия органов Центрального управления России XVI-XVIII веков и названия местных органов управления Дворцового ведомства в XVI-XVII веках. Кругом верха решетки поставлены, чтобы челобитчиков близко не допускать. Теперь царь, выезжая в город и запросто, меньше двух сотен стрельцов с собой не берет. А ехал он на масляной неделе, в самое прощенное воскресенье, прощение просить ко гробам дедов своих Романовых в Новоспасский монастырь, куницей проскочил сквозь строй смурый мужик. — Господи, помилуй! — визжит в клетке попугай и вертится в медном кольце колесом. Тьфу! — плюнул царь. А в глазах все тот мужик без шапки. Ровно белиный объелся, зенки белые выкатил, орет дурным голосом, прет под царева коня. Тот храпит, прыгает, а мужик за голенище лезет, за ножом. Застучало сердце у царя, убьет проклятый. И, замахнувшись высоко, ударил царь со всей силой того мужика по лохматой голове тяжелым золотым крестом, что держал в правой руке. Мужик упал под коня, тот на дыбы. Потом из голенища у мертвого мужика того вынули челобитную. Ночи с тех пор не проходило, чтобы не мстилось государю волосатое лицо с выкачанными глазами. Убил до смерти. И это впрощенное то воскресенье грызет сам себя государь. Но вдруг, сменяя раскаяние, в душе царя встает темный гнев. Вор есть тот мужик. А бояре не лучше. Кому верить? Не единодушием служат ему бояре, а двоедушно, как есть облака. То прикроют солнце приятным покровом, то веют всяким зноем и яростью мечут молнии злохитренным обычаем московским. С кем посоветуешься? Не с Ильей же, Данил, чем тестюшкой. Бородой тот трясет, чревом колыхает, ищет себе прибыли. А морозово благодетеля засадили Кириллу на Белозере горлопаны. Прошлой осенью, как на Сергии в день, 25 сентября, ходил царь к Троице-Сергию. Вызвал он туда боярина Бориса Ивановича для ради мудрого совета. А тот уже из Кириллова монастыря выехал, жил в Тверской своей вотчине, в Берестове селе. Из Тверского поместья приехал тогда Морозов в Троицкую лавру. Скорбен ликом боярин, волосы бороду не стрижет, в опале он царской. Пал царю в ноги, плачет миленький, и царь с ним плачет. За решеткой монастырских покоев осень тоже плачет, дождик, тучи, лист желтый падает. А как поднял царь наставника, а тот глянул сквозь нависшие брови, взоры жгут, что каленый уголь. Многое насоветовал тогда молодому царю старый боярин. Как съедутся в Москву на земский собор выборные люди, писать бы им в уложение прежде всего такие статьи, чтоб гилевщикам бунтовать неповадно было. Гилевщики здесь смутьяны от слова «гиль». Гиль поруха государевой чести. И потому всех чинов люди, коли прослышат чего-либо про злоумысел против царского величества, либо про заговор, да особливо про скоп, а не доведут этого до царя, и потом-то сыщатся допряма, того казнить смертью нещадно. — Попы да монахи должны черный народ особо крепко блюсти, от всякого дурно держать, — говорил Морозов, а чтоб попы да монахи не боялись народу перечить, писать в уложении статьи такие. Какой человек архиереев лагию неподобный обесчестит, либо попов, и тот вор платит бесчестие митрополиту сто, протопопу пятьдесят рублев, а попам платит бесчестие против его поповского денежного оклада, а попам безместным по пяти рублев. Править велено то бесчестие свиновных нещадно, и духовные люди будут тогда смелее, ежели их и злают, да они про то деньги стяжают. Попы-то деньги любят, — улыбнулся Морозов. — В приказах кто сидит? — Бояре. Да разве можно верить Трубецким, Стрешневым, Шуйским? — Рюриковичи они. Выше Романовых глядят, стало быть, и приказам веру давать опасно. Так, стало быть, надо, как прадед Иван деловал. А причный приказ ты, царь, заведи, и тот приказ будет зваться тайных дел. Ведать надлежит тайным приказам самому тебе, царю, да думному дьяку, наивернейшему. Следил бы тайный приказ за боярами, воеводами, всех чинов людьми, чтобы те не воровали, не творили бы измены. Вот как советовал тогда Алеша-царю старый боярин. Сидит царь Алексей один за красным столом, в животе от редьки до от кваса бурчит, спина от поклонов ломит, в глазах мужик дурной маячит. Что делать? И верно, хочет народ черный по своей, не по московской вере жить. Опять во Пскове до Новгороди мятежи. В дверь стукнули. — Заходи. Влетел статный жилец, прошка, в голубом зипуне с позументом, рубаха красная с жемчужным козырем. Согнулся, тронул пальцами ковер, кладет на царев стол столбцы за печатью. Жилец здесь слуга в царских покоях. — Из Великого Новгорода, от Никона, митрополита, — сказал и опять согнувшись пружиной, сгинул, словно его и не было. Радостно стало на душе, как начал читать Алексей Михайлович. Чудесного видения сподобился Никон, митрополит новгородский. — В марте восемнадцатый день, — писал Никон, — я в соборной церкви был у заутрени, и на второй кофизме смотрю я на Спасов образ, что перед нашим митрополитчим местом и назван Золотая Риза. Вижу царский венец, золот на воздусе, как есть над Спасовой головою, и летит тот венец на меня. Я от великого страха обеспамятил, а все вижу и свечу перед образом, и венец, венец-то пришел и стал над моей головою грешной, руками я его осезал. Кофизма греческая от слова «сажусь» — обозначение псалмов, песнопений, при которых можно сидеть в храме, в отличие от акафистов, в греческом языке «а» — отрицательная частица, которые поются всеми молящимися стоя. «Вот каков он, Никон, митрополит! Адамант, светочей наших, — умилился царь. Адамант — алмазная крепость. Великий он святитель, равноапостольный богомолец царский, он ли не спасет нас? Ей спасет!» Но дальше в грамотке шло такое, что уже радовать государя не могло. Мятеж в Новгороде разгорался до такой, что в дело встряли шведы. В 1617 году по Столбовскому договору шведы ушли из Новгорода, вернули Москве Порхов, Ладогу, Старую Руссу, а себе придержали Поморский край с Ивангородом, Ямом, Копорьем, Орешком, да еще выпросили 20 тысяч рублей деньгами. Русские черные люди бежали из захваченных шведами мест к своим, а шведы за убежавших тяглецов до плательщиков требовали выкуп, грозили иначе войной. Москва затягивала, не платила больше 30 лет. Сумма таких убытков шведских по их счету выросла до 400 тысяч рублей. Морозов торговался долго, а когда его сшиб народ, шведы стали настойчивее. Ездил в Стекольну боярин Пушкин Борис Иванович, взял обязательство заплатить 190 тысяч рублей. Стекольна, так в Москве в 17 веке называли Стокгольм. Эти деньги и приходилось теперь собирать с земских людей и всяких без проволочек. В Стекольне при дворе королевы Христины жил московский человек, вор Тимошка Анкудинов, и выдавал себя тот Тимошка за сына царя Василия Ивановича Шуйского и добивался у шведов помощи для возвращения на московский родительский престол. Тимошка прибыл к шведскому двору из Семиградия с рекомендациями князя Ракоцы. Дело было нешуточное. Еще живо ведь были на Москве старики, видавшие и помнившие первого самозванца, и по Москве поползли темные слухи о природном царе, о Рюриковиче, против которого куда Романовым-то? Кошкины они, да кобылины. Илья Данилович Милославский, что ворочал посольским приказам, послал в Стекольну посланника Козлова Ивана Прокопча договориться о выдаче Москве интригана. Шведы оказывались в особо выгодном положении и теперь настойчиво требовали оплаты старых долгов. Московский народ платить не хотел, бояре грозили провежами. К тому же во Пскове заговорили открыто, что с Москвы де едет швед Нуменс через Псков, увозит из царской казны двадцать тысяч рублей. Бояре снюхались с немцами, пошел разговор. В феврале подошла широкая масленица, тридцати братьям сестра, сорока бабушкам внучка, трем матерям дочка. Когда, провожая долгую зиму, шире, по-весеннему, развертывалась душа, развязывался язык, быстрее шевелились руки, блины да пиво, пиво да блины, да лошади с цветными лентами в гривах, да в хвостах, да скоморожьи пляски под гудки до сопелки, да ученые медведи, да весь народ честной на улицах до прощенного воскресенья, до первых великопостных унылых звонов. И у псковского площадного подьяча Василья Слепова тоже не хуже людей шло блинное опирование с товарищами да с нужными людьми, когда в избу вбежал запыхавший стрелец Прохор Коза. — Садись! — загремели веселые голоса. — Наливай, хозяин, ему чару немалу, что поздно пришел. Коза пить не стал, тряс сметенно за снежной шапкой. — А слыхали ли вы, добрые люди? — крикнул он. — Получил наш воевода Собакин Никифор Сергеевич указ с Москвы выдать шведам с наших мирских житниц десять тысяч четвертей. Мера сыпучих тел. Торговая четверть — двадцать четыре пуда, казенная — около десяти пудов. — Да что ж это деется? Сами, братья Господи, без хлеба почитай, сидим, — колокольным голосом сказал поп Афанасий Другак. — Бояре хлеб шведам везут, а у нас мужики по деревням сосну едят. За столом тут же случился бывалый человек — Хренников Иван. Только год минул, как прибежал Иван от шведов из города Копорье. Яко благ, яко наг, яко нет ничего. Взвыл Хренников, руки вперед тянет, голос хрипит. — Да за что же это шведам платить, а? Православные, я-то видел, я-то знаю. Мы от шведов бежали, так все свои хозяйства пометали, житья не было. Душу они нашу задавили, церкви позакрывали, попов похватали, колокола с колоколин поснимали. Все нас в лютерву ересь гнули, а теперь им деньги плати, да ей не вжись. Хозяин встал, выкрикнул бесповоротно. — Идем, братья-товарищи, к архиепископу нашему владыке Макарию. Пусть, скажет воеводе, не давал бы хлеба. По праздничной улице с песнями валил народ. Пролетели тройки сани в коврах, кони в лисьях, а то и собольих хвостах. Ну, масляная! Гости толпой вывалились со двора слепого, пошли, размахивая руками, громко переговариваясь меж собой. К ним присоединялись другие псковичи. Архиепископ Макарий, древний, сагбенный, серебряный старец, вышел на белокаменное крыльцо своего дома, кутаясь в черную шубейку на лисьях пупках. Прищурился, из-под руки смотрел на яркий снег, на цветные одежды пришельцев, пожевал белыми губами, спросил хоть тихо, а яственно, с чем пришли детки. Такой крик поднялся со всех сторон, и немало времени прошло, пока уразумели, что понять эдак ничего нельзя. Видно только было, что народ просить хочет о чем-то воеводу. — Добро, — сказал архиепископ, подняв сухую ручку, крик унялся. — Я спосылаю в раз за воеводой, за Никифором Сергеевичем, а я уж пойду. Не дужен я. Началом иноходцем, разбрасывая воду и мокрый снег, въехал вскоре во двор сам воевода Собакин в кафтане сахарного цвета на белках, выпивший. — Вы, кликуны, горлопаны, — кричал он, спляшущего под ним коня, — не в свое дело рыло суете, хлеб я сдам, как указано. — Как так не в свое, — кричал народ, — Никифор Сергеевич, бога побойся, наш хлеб-то отдаешь, народный, видать, тебе-то немцы своих ближе. Вскочил вперед стрелец-коза. — Да ты, воевода, с немцами снюхался. В Псковский детинец чужих пущать невелено, а ты немцев водишь. Шведов в дом к Федьке Емельянова пускал. — Измена! Я сам на карауле в воротном стоял, все видел. Собакин не смутился. — А что? Емельянов-то болен был, лежал, а у него со шведами торговые дела про государя. Крики росли, росла толпа, а тут во двор прибежал от Петровских ворот стрелец Сорокаум Копыта, крича, — и впрямь едет немец, увозит с собой государеву казну. Народ, не дадим нашей казны, то измена! Ударили в сплошной колокол, народ побежал, у власьевских ворот окружили шведа-нуменса, что ехал в сопровождении пристава Тимошина к немецкому двору. — В прорубь немца! — кричал народ, — бей его! Немец от немой, не говорящий по-русски, иностранец, но только с запада. Немца обступили вплотную. — Что у тебя за казна, сказывай, такой сякой! Нуменс задрожал, стал кричать, что его знает Емельянов, у него с ним дела. — Федьку! — кричал народ, изменник он, — пытать Федора, пытать немца. Немца повели к всегородной избе, отобрали бумаги, казну опечатали, посадили в келью монастыря. В сторожу к нему стали пятеро посадских, да два десятка стрельцов. Народ бросился ко двору Емельянова. Где Федор? Емельянов от народа скрылся. — Схватили жену. — Та оклялась, плакала и, наконец, выдала людям грамоту, что получена была с Москвы. Грамоту прочли вслух всенародно. — Последние слова грамоты, как на грех были, а сего бы нашего указу, никто бы у вас не узнал. — А-а-а! — завопил народ. — Тайная она грамота-то. От народа прятать велят воровство. Народ уже заливал всю площадь перед собором. Все твердили в одно — не давать немцу хлеба из Кремля до царского указу. Воруют бояре. Василий Слепой стал уже во главе собравшегося народа вместе со стрельцами, с Прохором Козой да с Сорокаумом Копыта. Эта тройка велела ударить в колокол, выкатить на Соборную площадь два больших пивных чана, поставили на них немца-нуменса, а Бополы с ним стали два палача с кнутьями. Нуменса допросили всем народом, в голос прочли все его бумаги. Постановили псковичи так. Немца в тюрьму, а в Москву царю послать челобитье о боярском воровстве. А в марте и в Новгороде берючи на торгах стали кликать, чтобы люди не закупали бы себе хлеба, помногу будет где закупать хлеб шведам царская казна. К этому времени приехал в Новгород из-за рубежа торговый человек Никита Тетерин, сказывал, что де шведы вот-вот снова на Новгород пойдут, только де хлеб получат, в хлебе у них вся нехватка. И все де это бояре творят, а царя безвестно. В это время через Новгород ехал с Москвы в Освояси датский посланник Граббе. Посадский человек Трофим Волк ловко подкатился к его толмачу, к нечаю Дрябину, посидел с ним в кабаке и дознался, что Граббе везет казну. Волк рассказал об этом другому посадскому Елисею Лисице, а тот поведал уже открыто на торгу всему народу. Ударили и тут сполох в колокола. На звон с другими прибежал земский староста Андрей Гаврилов, чтобы унимать мятеж. Да услыхав такие вести, сам повел народ. Народ кинулся к Граббе, тот уже выехал из города, поскакали посадские да стрельцы конно, воротили немца в город. Волк нахлестал посланника по щекам, переломил ему нос, пожитки у него отняли, отдали в сбереженье на пушечный двор, немца самого посадили за решетку. А народ кинулся ко дворам богатых новгородцев, что вели дела с немцами, стал громить их хоромы и разорил шесть дворов. На Любекском дворе схватили приезжих немцев, тоже заперли под стражу. Митрополит новгородский Никон, услыхав о бунте, побледнел, сжал губы, с пламенным взором стал перед образом Христа царя. Вот когда он должен действовать, как духовный вождь. «Господи, помоги, Господи, укрепи!» — молился он. Помолиться, однако, Никону не дали. Прискакал спешно новгородский воевода, окольничий князь Хилков Федор Андреевич за советом, чего делать. Послали митрополит до воевода к народу стрелецких голов уговаривать разойтись, кончить мятеж. Голов наколотили, одного сбросили с кремлевской башни, когда наступившая темнота придержала мятеж. Но на следующее утро, шестнадцатого марта, колокол опять ударил на торговой стороне сполох, народ бежал по улицам, крича «Навечия!» — собралось «Вечия!» «Государь об нас не радеет!» — кричали новгородцы. «Бояре шведов нашим хлебом кормят, деньгами им помогают!» Однако тут оказалось, что земский староста Андрей Гаврилов испугался, чего натворил, и сбежал. Народ остался без вожа. Вспомнили, что по приказу митрополита Никона схвачены и посажены под стражу митрополитный приказный Иван Жоглов, да двое детей боярских — Макарда, Федор, Негодяевы. Эти люди вчерашний день хвалились всенародно, что они де все знают, что у царя наверху деется, о чем говорят бояре. Народ стал кричать невежливо про митрополита и про воеводу, побежал к земской избе, освободил заключенных Жоглова и Негодяевых. К трем этим присоединились другие, кто посмелее. Посадские люди — Елисей, Лисица, Игнат, Молодежник, Никифор Хамов, Степан Трегуб, Панкрат Шмара, Иван Оловяшник, Стрелецкий, Пятидесятник, Кирша, Дьяволов, Доподьячий, Григорий, Ахнатюков. Вся власть в Новгороде оказалась в руках этих неведомых до того людей. На другой день, 17 марта, на память Алексея Божьего Человека приходились именины самого царя, Алексея. Народ и начальные люди, старые и новые, заполнили Софийский собор. Служил митрополит Никон. Перед митрополитом стали вновь со сдвинутыми грозно бровями вольные новгородские люди, мужики-вечники. А Никона жгла память. Заставил же римский архиерейст, папа, немецкого короля, стоять перед воротами замка босым на снегу в рубище с веревкой на шее. Да он, Никон-то хуже, что ли? И владыка Никон произнес гневное грозное слово против мятежников и проклял поименно всех народных новых начальных людей, выгнал их со стыдом из храма. «Анафема!» — возглашал за босами дьяконов митрополитчий хор. «Анафема! Анафема!» Голоса хора отдавались вверху в куполе будто с неба, а народ пугался и дивился, и, расходясь после обедни, шептался. Что ж такое? Государь на своих именинах своих людей жалует, милость тюремным сидельцам объявляет, атаков освобождает и с тюрем выпускает, долги прощает, а наш Никон, вон чего, проклинает. Да кого проклинает-то ни одних лисицу да дьяволова, а всех нас, новгородцев, проклинает. Мы-то все с ним и в одной думе. На государева-то именины да народ проклинать, а? Метеж разгорался, и на площади на торгу пристав съезжей избы Гаврила Нестеров выкрикнул все впрямь и явно. «Никон, митрополит, до хелков твоего, да прямые изменники, за бояр стоят, за шведов!» Митрополичьи, да воеводские люди, схватили Нестерова, сволокли к митрополиту за Софийский двор, били, бросили в тюрьму. А немного погодя прибежал в земскую избу отец Нестерова, площадной подьячий, да женка его Алена вопили. «Мир, вступись, митрополит, до воевода нашего Гаврилу пытают, огнем жгут злодеи!» Начальные народные люди опять ударили сполох на торговой стороне, собрали народ, кинулись к Софийскому двору. Никон и Хелков заперлись в митрополитских покоях, но приказали Нестерова освободить. Народ криками встретил свою победу, а Нестеров тут же на митрополитчьем крыльце сорвал с себя рубаху и казал народу исполосованную спину. «Смотри, народ, что со мной митрополит сделал?» А народ ахнул, бросился вперед, выломал двери и ворвался в покое лицом к лицу с Никоном и с князем. И царь читал опять письмо Никона-метрополита. Я вышел к народу, а они меня ухватили со великим бесчинием, ослопом в грудь били, грудь расшибли, кулаками били и камнями, и схватили меня и повели в земскую свою избу. Проводили, как мимо церкви, хотел я было в церковь войти, не пустили, все дальше вели к себе, а довели до золотых ворот. Я тут отпросился у церкви на лавке посидеть, отдохнуть. Просил я народ, отпустил бы он меня в церковь знаменья, литургию служить. Они на то преклонились, я велел звонить, до знаменья дошел с великую нуждою, и стоя и сидя служил, и назад больной в сани ввалясь, домой приволокся. И ныне великий государь лежу при смерти, кровью харкаю живот весь запух, соборвался уже маслом, а не будет мне легче, пожалуй, меня, богомольца твоего, прости, разреши принять смертную схему. Слезы катились из глаз царя, чего собаки подлые со святителем творят. Горло сжало, кулаки сами скатались, насупились царские брови, блеснули глаза. Нет, худые мужичонки-вечники, не даст в обиду царь своего молитвенника мятежники. Рассвет чуть занялся на другой день, а царь Алексей сидел уже с боярами в передней избе. По постному времени были все в смирных шубах. Докладывал дела Милославский, осторожно поглядывая на зятька. Вчера еще царь, вспылив, драл ему бороду. — Бояре, — говорил Илья Данилович, умильно поглядывая на царя, — гиль Новгородский нужно унять. Гилевщики митрополита Никона избили князя Хилкова воеводу, как кота гоняют. У князя Трубецкого, что сидел на лавке рядом с докладчиком, чуть дрогнула левая бровь, другие бояре шевельнулись. Тучный князь Голицын положил руки на круглый живот, стал вертеть большими пальцами то в одну, то в другую сторону. — Больно. Резов, святитель-то, — думал он, — она вот и напоролся. Уняли его новгородцы. Хе-хе. — Потому как и блаженный о памяти прадед Иван деловал, и ты, великий государь, посылай войско новгородцев унять, — говорил Милославский. А то вече собирают, в колокол бьют, вольным обычаем опять жить хотят. Вели, государь, идти на вотчины твои, на Новгород да на Псков, боярину князю Хованскому Ивану Никитовичу. — Что укажешь, государь? Бояре загудели, затрясли головами, закивали одобрительно. Дело, дело, дело. — Так тому и быть, — сказал Алексей. — Боярин князь Иван Никитович, — позвал он. С лавки поднялся невысокий, широкоплечий, белый лицом богатырь с окладистой русой бородой, с выпуклыми детскими глазами, сбросил с плеч черную шубу, подошел, кряхтя опустился перед царем на колени, выгнул крутую голую шею, состриженном в скобку затылком. Царь Алексей вытянул правую руку назад, жилец Прошка проворно вложил в руки малую икону Владимирской Божьей Матери, царь поднял икону над головой князя. — Иди, князь, — говорил царь важным голосом, как учил его еще Борис Иванович. Иди, покарай мятежников за Москву, за дом Пресвятые Богородицы, иди не мешкая. Илья Данилович все тебе обскажет. Хованский поклонился девять раз земно, принял икону, поцеловал, встал, стоял ровно столбом, в круглых глазах преданность да прямота с хитрецой. — Князь Иван Никитич, — говорил Милославский, — государь указал, — бояре приговорили идти тебе в Новгород, царскую вотчину, промышлять там, как указано. Воевода снова поклонился большим обычаям, вышел, отступая, пятясь. Бояре сидели недвижно, не моргая, уставясь перед собой. — Ишь сидят ровно идолы деревянные, — думал, уходя князь Хованский, — аж не моргнут, а мне идти. А где я еще подвод-то доберу? Да как в распутицу потянешься? Да через реки того гляди ледоход. Он вышел на крыльцо, молодой стряпчий вынес вслед шубу, князь накинул ее на плечи и, нахлобучивая шапку на голову, побежал грузно, разбрызгивая на водопевший снег и на бегу маша руками своим возницам, ожидавшим с санями. Подъезжай. Бояре продолжали сидеть. — А как бояре казну для шведов собирать? Того гляди, все за Московьем и тяжом загорится, — говорил Илья Данилович. — Собирать надо тайно деньги. Шведам тоже вести будем тайно, без объявления. Мимо городов дело государственное. Государь указал, а бояре приговорили, чтобы те деньги выплатить шведскому резиденту, ловкому гостю Ягану Родесу, и выплатить бы их тайно. Ночью до свету по ядреному морозцу по улицам Москвы и Стрелецкой слободы к Тверской заставе застучали дровни. В желтом свете масляных фонарей у открытых решеток мелькали тенями лошади, блестели бердыши и ружья, звучали голоса. Впереди на черном бахмате, таком же плотном, как всадник, ехал князь Хованский. За ним, лежа на боку, сидя в распусках, ехало три сотни стрельцов. Рассвет стал заниматься, когда они проезжали всехсвятское, благо вестили к ранней. Стрельцы скидывали колпаки, крестились, вздыхали. На войну идем на своих православных, не ровен час, спаси и помилуй. Отряд князя Хованского занял Новгород без сопротивления. Гиль было паутих, но рать пришлось потом перебрасывать под Псков, и псковичи оборонялись против московской силы всю весну до самого лета. Хлопот в царской Москве сошлось в то время немало. И бунты, и ягонродос, что каждодневно вертелся в посольском приказе, выхаживая московские деньги. Ловкий, обходительный, в сером кафтане с большими пуговицами, в чулках, в белом воротнике, усы в стрелку, бородка на подбородке, что твой плевок. Он с рукой на эфесе задранной шпаги вертелся днями между посольских чинов, дьяков и бояр, приветствуя всех, улыбаясь всем, витаясь со всеми за руку, справляясь, когда же доправят ему деньги, расспрашивал каждого под рукой о здоровье, о делах. Дел было много. Ведь Стокгольм поручил ягону тайно разузнать все о московской торговле, о том, как живет народ, каковы отношения Москвы к другим землям. Родес должен был найти и оставить в Москве своих людей, накрепко связавшись с ними, подобрать надежных переводчиков, и купец ягон Родес задерживался и задерживался в Москве. Денег он все равно получить не мог, пока шведы не выдавали вора Тимошку. Тимошка же, прослышав про такие планы, бежал из Швеции сперва в Лифляндию, потом в Брабант к герцогу Леопольду. Чтобы выходить те деньги, Швеция, в конце концов, уже в мае доставила в Москву сообщника с Москвы и помощника Тимошки Анкудинова — Коську Конюховского. Конюховского под охраной полусотни стрельцов в цветных кафтанах вели через всю Москву. Шея у Коськи закована была в железное кольцо, к кольцу прикована цепь, к цепи чурбан тяжелый. Обе руки у него связаны, к ним привязаны четыре веревки, за веревки держали Конюховского стрельцы. Впереди ехал Конно-Берюч, кричал зыч на народ, изменник государю, враг всей стране, басурманин и зычник Коська. После сыска и пыток Коську казнили на лобном месте. Жара была в день казни несусветная, надвинулась черная туча, гремела, народ метался по площади, укрываясь от ливня, словно от царского и божьего гнева, а палач, четвертовав Коську, выставил на спицах голову, ноги и руки. Только в июне месяце был отпущен тайно с Москвы Ягон Родос, увозивший доправленную с народа казну почти в двести тысяч рублев. Сопровождали Ягона Родоса пристав Капнин, Егор Миноч, шустрый, вежливый, пронырливый, с острым взглядом сверлящих калмыцких глазок, толмач да сотня стрельцов. Капнин имел строгий наказ, а берегать немца и казну от воровских людей, от пожара, стрельцам же было строго запрещено заходить в кабаки. С Родосом шел ящик с пятьюдесятью тысячами золотых дукатов. Его собственное имущество и переданную казну везли на двадцати подводах, да еще шло шестьдесят подвод с шелком-сырцом персидским для королевы Христины, уступленным царской казной. Обоз с казною Родоса, двигаясь по левому берегу Мстырики, мимо Ильмень озера, далеко обошел и Новгород. Наконец добрались до русско-шведской границы между городами Орешком и Ладогой, у Ладожского озера. На реке Лаве, на пароме, пристав Копнин передал Родоса и казну начальнику шведской пограничной стражи посреди реки и получил соответствующие расписки. Псковичи и новгородцы приутихли, замирились. Боярская Москва победила. Еще крепче после таких испытаний, еще круче заработали приказы, исчисляя, что еще можно наложить на черных людей, жестче стали выколачивать недоимки городов и воеводы. Еще выше взлетели ночные мечтания Никона о золотом венце. Не побоялся он проклясть бунтовщиков, встал он решительно на сторону Москвы. Тимошка Анкудинов, царевич Шуйский, недолго гулял по Европе. Илья Данилович Милославский выхватил таки его из Голландии, привез в Москву, где тот и был четвертован. На этом деле голландские купцы получили крупные привилегии по торговле с Москвой. Глава вторая. Два каравана. Расписной шкатулкой Суздальской работы глядит в погожий майский день город Ярославль на остроге между слиянием рек Волги и Которосли. Рубленым городом зовется здесь по старинному Кремль, хоть он давно и белокаменный, а в восьми башнях блещут в нем кресты да купола Спаса Преображенского монастыря. Кругом рубленого города по оврагу Медведица, где князь Ярослав когда-то топором Медведицу зарубил, посады да слободы, коровники, толчки, Благовещенское, Петровское, Заречье. Там живут и работают черные люди, больше по коже овчине, сапоги точают ярославские женские ладные коты с пестрыми вошвами, шапками, шубы, полушубки, рукавицы шубные, голицы, желтые с красной, синей, зеленой строчкой. Много работают ярославцы и медной мелкой кузни, фасонных изделий, крестов, серег, колец, перстней, ожерелей, манист, блестящих красивых с цветными стеклышками. Ради этой самой кузни и приехал в Ярославль Павел Васильевич Босой. В толчках у церкви Ивана Предтечи, под крутым яром у Волги, двор Ивана Фролча Вахрамеева, знатного серебряных дел мастера, ходит он в старостах у серебряников. Во дворе под шумными плакучими березами нетолченая труба. В трех избах стучат молотки, скребут напильники, дуют, вздыхают горны, гнут спины над верстаками работные люди в охрамеевской артели, все в кожных передниках, искры серебра цветного стекла посверкивают в их обожженных от кислот черных пальцах. В большой избе, в чистой горнице, старик Иван Фролч принимает почетного заказчика, сам черно-седой, борода да глаз, откуда грибом торчит нос, в кожном переднике тоже ласковый, улыбчатый, толкует о делах с Павлом Васильевичем Босым, старшим братом Тихона. Не миновальтки Волги, босые! Хоть не вышли они сюда к торговле, так пришлось брать отсюда товар. Два года утекло, как отъехал Тихон в Сибирь, и дело в Сибири теперь повертывалось так, что пришлось брату Павлу метаться по городам, искать новые товары. Так повернул дело Тихон, повел по-другому, чем вел Павел. Тихон, большой, ладный, красивый, в Игнатьевых, в бабеньку Ульяну, Павел же выпечатан, как в отца Василия Васильевича, сутулый, сухой, что хреновый корень, глаза у переносицы, бородка редкая, козлиная, торопки, непоседа. Может, и не послал бы отец Тихона в Сибирь, в его Павла место, да пришлось. После Прокопьевского бунта в раз прислал дядя Кирилла из Москвы грамотку, упредил, едет где в Устюг сыскивать гелевщиков князь Ряполовский. И верно, после Семенова дня пожаловал в Устюг он, князь и боярин Василий Степанович, с ним сотня стрельцов, похватали всех, кто не сбежал. Федька Нагин, вися на дыбе, повинился, уговорил Дион Чагина на мятеж. Повесили Федьку, да с ним мясника собаки на Луку, да еще потом Ивана-солдата. Повинился Лука, что срубил впрямь мясным топором подьячьего Михайлова он. На дыбе вынули у Луки из лаптя камень, а Лука сказал, велел ли ему тот камень положить под пятку Иван-солдат, и камень тот был ведовский, чтобы его Луку никакая пытка не брала, чтобы ему Луке ни в чем не виниться. А наговор солдатов был такой, слово в слово, — неб Лубяна и земля Лубяна, в земле мертвые ничего не слышат, и лежать бы ему, рабу Божьему Луке, не слышать жесточей пытки. И верные люди сказывали Басым под рукой, что спрашивал князь Иван Григорьевич про Тихона-басова, куда он девался, зачем в Москве был, что делал. В Сибири, на новом ему деле, Тихон оказался ловче и смелее, оглядчивого, дотошного Павла, легче сходился с людьми, работал с ними артельней, не гнался за мелочью своим подручным и приказчикам, не гнал в строку каждая Лыка, в расчетах был легок и надежен, и не обманывал, Боже сохрани. Тихон посидел недолго в старых городах, где у Басых были приказчики и стояли амбары в Енисейске, в Кузнецке, у самой Мунгальской границы, и быстро двигался к востоку, ища новых прибылей. Мунгальская, монгольская. Вот почему становились Тихону нужны новые товары, каких раньше не требовалось, шли к новым народам. Павел Васильевич, зажав кулак Бороденку, приглядывался. Непонятно хлопотал Иван Фролыч. Из медного котелка лил он крутой кипяток в медный кунганчик с длинным носиком, заваривал в нем бледно-зеленую сухую травку. — А ну, нюхни! — выговорил, наконец, Вахромеев, поднося под нос босому кунганчик. — А? Утешно и на сердце легко. То китайская травка на медне мне, други из мунгальской земли привезли, а теперь хлебни. Иван Фролыч налил настоем глиняный достакан, подал Павлу Васильевичу. — В жару хорошо пот осаживает, — говорил он. — Что это? — Сам из Сибири, а не знаешь? Китайцы, сказывают, чай-трава. — Дорогая, однако. Потягивая помаленьку невиданное до селья китайское питье, оба торговых человека договаривались о деле. Павел Васильевич привез с собой образцы мелкой кузни немецкой работы из архангельска. Кольца, цепки, запястья. Вахромеев вертел их близко у натруженных глаз рассматривал. — Ну, что скажешь, Иван Фролыч? — спросил босой, осторожно ставя пустой достакан на стол. — Ну что ж, — отвечал тот, широкой ладонью пошевеливая столь блестящие украшения, — сработаем, не хуже. Сказывай только, Павел Васильевич, сколько тебе этого добра занадобится. — Много, пожалуй. Тихон уже писал отцу, что он миновал уже те места, где сибирские люди ходят в звериных шкурах, в рыбьей коже, едят сырое мясо и рыбу, хлеба не едят, пашин не пашут, ткани не видывали. Там все товары хороши. А Тихон подходил к Байкал-морю, а за Байкал-морем, сказывают, бывалые люди живут, люди пашенные в домах живут, а не в чумах. И товары имеют из китайской земли и ткани, и узорочье, и кузнь всякую, и сластье. Значит, нужно и нам иметь товары поглазастие против тех ихних. И устюжские серебряники работали одну чернь, а тут нужно было поглазастие, повеселее, а в Ярославле работали подходящие. В конце концов договорились до всего, сколько возьмут басы и новых изделий, и в какой срок, и какого образца. А тут колокол башни в рубленом городе ударил первый час ночи, закатилось солнце. Ах, темне, — вскочил Павел, — еще дел сколько не сделано. Теперь делов нету, — смеялся Иван Фролыч, — лавки закрыты за два часа до ночи. Поснедай с нами, да мы тебя проводим на заезжий двор. На другой день много городового ярославского товару набрал Павел Васильевич холсту, полотен, обуви, шуб, шапок нарядных, вязаных чулок со стрелками, серебряных изделий, всякого узорочья. Дня два на Волге своими глазами присматривал, как грузили веселые ярославцы товары на его три струга. Наконец-то все товары были увязаны, зашиты в рогожи, в холсты, укрыты от непогоды, и караван двинулся. Путь был известен до Костромы по Волге, там, в реку Кострому, мимо Костромы, мимо города Буя, которые когда-то татари хотели разорить, искали в лесах, да так и не смогли найти, до реки Пежи. Все на полночь, речкой Пежей вверх по воде, а там Волок в семь верст и в Сухону. Дорога известная, воды весенней реки еще было довольно, места тихие, и Павел Васильевич, сидя на палубе второго струга, смотрел сперва на ласковую оживленную Волгу, отстоял обедню в Троицком соборе, в Ипатьевском монастыре в Костроме, и часами теперь с палубы любовался, как мимо проходили зыбучим сплошным тыном островерхие и дремучие леса по берегам реки Костромы, иногда сменяясь светло-зелеными огненными белоствольными березовыми рощами. Басовский караван на веслах, на бичеве, на парусах упорно шел и шел все вперед, против течения, настойчиво добивался какой-то цели, очень далекой, невидной, неясной. И больше всего беспокойства было в самом Павле Васильевиче. Сидя на тюках с товаром на палубе, он безотрывно и напряженно думал, думал о деле, о том, как доберется до устюга, как сдаст отцу закупленные товары, как разочтется сортелью струговщиков, как будет достраивать дом, как растет его сынок Ванюшка. Глядя со струга на проходящую мимо лесную заимку, Павел Васильевич беспокойным своим глазом отмечал, хороши ли поднялись хлеба, уряжено ли надежно паскотины, нагулен ли пасущийся скот. Его хозяйскому глазу было до всего дела. Могуча, как всегда, бесконечно богата была природа, но этого ему уже было мало. Басому хотелось как-то все это сделать уряднее, еще сильнее, тучнее, богаче, перебросить с одного места на другое, этим вызвать к жизни что-то новое, до того невиданное. Он волновался, встречая другие струги с товарами, встречая плоты, на которых плыли готовые избы на Волгу в волжские города, добивался, кто плывет, что везет, может быть, что-нибудь такое, чего не знают еще они, босые. Не зная сам покоя, он и не давал покоя никому, кто работал с ним, кто попадался на его пути. Удивительным образом оказывалось, что на пути своем сквозь дремучие звериные леса Павел Васильевич встречал тоже, таких же, как и он, беспокойных людей, которые помогали ему и которым помогал он. Словно и он, и эти люди давно поджидали друг друга, искали друг друга. Он выменивал у них рыбу, яйца, дичь, молоко для своих струговщиков, а лесные жители радовались иглам, ножам, шапкам, которые они получали. С трудом приметил первый кормщик Евтроп Галанин устье речки Пеже, что серебряной ниткой велась в непроходимые лесные чащобы. Шли по ней, толкаясь на шестах, по временам перепиливая, прорубая, бурями поваленные в воду валежины. На ночевках измученные люди спали, не помня себя. Ухали филины, ущербная луна перед утром клала на воду, рыжие пятна, исчезавшие постепенно в молочном тумане, расстилавшимся из стальников. Медведи подходили к стругам, задирая к месяцу морды, нюхали воздух, ревели. А уходила темнота, приходило утро, солнце, и басовский караван двигался все вперед. «Стой!» — вскричал на третий день пути кряжистый Евтроп. «Слушай, товарищи, слушай!» Его давно, когда-то изуродованное медвежье лапа и лицо, выражало живую радость. «Слушай!» Все замерло на первом струге. Даже Павел Васильевич стал прислушиваться. И верно. Пел петух. «Слава тебе, Господи!» — широко перекрестился Евтроп. «Изволоки деревня близко. Пойдем теперь волоком, а там и наша матушка Сухана». На берегу пежи показалась деревушка. Семь черных задымленных дворов. Избы стояли высоко, каждая на четырех старых пнях-лапах, корневищами ушедших в землю. В них жил десяток бородачей-мужиков. Земли они не пахали, занимались борцами, курили смолу, ловили рыбу и птицу сетями, зверя-капканами да ямами, и перетаскивали проплывавшие суда через невысокий лесной водораздел между Суханой и Пежей. Парфен Кузьмич, их староста, стоял впереди пасконной кучки, широкоплечий, длиннорукий, в бурой свальной бороде с синими маленькими глазками, из расстегнутого ворота на грудь свешивался медный крест. Степенно поклонился он басому. Павел Васильевич тут ханжевал. Молча оглядел караван, и все мужики за ним поворачивали лохматые свои головы туда же, куда и он. Договорились быстро, совестливо, и те, и другие понимали, что в темном лесу людям приходится помогать друг другу в полную силу. Поужинали богатой ухой, спали под яром берега у курящихся теплин. Узкой прямой цепью тянулся волок через матерый густой лес. Изволочинцы да струговщики вытянули на берег на катках суда воротами, закрепленными за сильные деревья, а тянули их по волоку рычагами, крутя ворота и перекатывая их все дальше и дальше, и три струга углублялись в лес, с треском дробились под ними катки, скрепели ворота, ухали, вздыхали, бронились люди. Вершок за вершком, оршин за оршином, ползли и ползли в лес басовские струги, переваливаясь через корневища, сдирая своими боками лиловую кору на елях, белозеленую на березах, наперекор мертвой тяжести груза силой с норовкой, наконец, беззаветным трудом этих бородатых темных лишачей, побеждая природу, утверждая волю человека. Сквозь стволы засинела вода, вот она сухана, и первый струг, скользнув с берега, легко закачался уже на свежей открытой реке. Хмурый Павел Васильевич заулыбался сухана, да мы все равно, что дома. А из лесной теми, из косматых зеленых кустов, вылезал, как зверь с гулом, с треском, последний груженый для Лены ярославским товаром струг, валился в сухану. Сухана расступилась, сверкала желтовато под вечереющим солнцем, а каем был синь от лесов, спокоен. Вдали приближались, сплыли, брызгая веслами, две лодки. — Стрельцы, однако, — сказал Гефтроп, почесывая в затылке. — Ей-бо! И куда их леший несет? И народ на берегу собравшись, стипло прозаикался Захар Силов, рыжий, весь в веснушках курносый жилистый мужик. Подальше, на берегу, у деревни, что звалась Черемуха, принаряженные лесные бабы и мужики сидели на валежинах, стояли тревожные и торжественные. К ним шел Евтроп. Струговщики кучкой сошлись теперь у самой воды, глядели вправо. — Эй, что там, други! — крикнул Босой. Толпа закачалась. От нее отделился Евтроп, медленно пошел обратно к хозяину, разводя руками. — Сказывают, стрельцы сгоняют народ на реку, — сказал, подойдя. — Чудотворц, что ли, везут караваном. — Куда? Кого? — Чудотворца, в Москву, — говорил Евтроп негромко. — Из Соловков, что ли, мощи? Из-за кривуна показались, на парусах плыли еще две лодьи со стрельцами. Донеслось пение, понемногу вылезал белый высокий парус на мачте с крестом. В падающих сумерках посуханье медленно-медленно подплывал большой дощаник. На палубе была поставлена сень вроде часовни. Под ней на возвышении стоял черный гроб со знаками схимы. Кругом мерцали огни лампад, горели свечи. У гроба стояло несколько человек, то читали, то пели. За дощаником плыло несколько посудин поменьше. Струги лодьи. В хвосте караван замыкал дощаник со стрельцами. — Святый отче Филиппе, моли Бога о нас! — отчетливо пропел, словно вздохнул хор. И в тишине звенел плачем тенор-попа, читавшего канон святому. Народ на берегу, струговщики, лесные мужики, вылезшие из домов бабы, пали на колени, крестились, били поклоны. — О земных царей укращение, о великое за веру стояние, о души несказанное укрепление, радуйся! — несся над рекой голос чтеца. Вслед за гробом на большом струге плыл митрополит новгородский Никон. Это он уговорил царя Алексея на удивительное небывалое дело просить митрополита московского Филиппа, сто лет тому назад, изгнанного Грозном из Москвы и задушенного Григорием Лукьянычем Малютой Скуратовым, вернуться из места упокоения в Соловецком монастыре в Москву, на свой митрополичий престол. Митрополит Никон сидел у своего чулана на струге вместе с князем Хованским, Иваном Никитычем, на лавке, крытой ковром, дышали вечерней прохладой. Плыли они, как два союзника. Действуя один проклятием, другой — стрельцами, в который раз снова они укротили новгородцев, задавили вольную крамолу, даже сполошный колокол угнали снова в ссылку. А теперь Никон победоносно шел на самого царя, чтобы заставить его земное величие пасть ниц перед величием духовным. В богатом соборе Соловецкого монастыря, стоя на коленях перед ракой Филиппа, читал Никон всенародно покаянную грамоту царя Алексея. Мощный его медвежий голос, отдаваясь, звенел в высоких сводах. «Молю тебя, жду пришествия твоего сюда, в Москву, чтобы разрешить согрешение прадеда нашего царя Ивана, совершенное против тебя нерассудно, завистью и несдержанием ярости. Не повинен, хоть я в этой обиде твоей, однако гроб прадеда моего постоянно напоминает мне об грехе этом, приводит меня в жалость, ибо ты был изгнан из Москвы, и народ царствующего града лишен твоей заботы о нем. И я посему преклоняю сан мой царский пред тобою за прадеда моего, согрешившего против тебя. Прости ты ему это согрешение тем, что придешь к нам в Москву. Всякое царство, что разделилось в себе, стоять не будет. И нет среди нас уже больше людей, что прикословили бы твоим словам. Народ весь паства твоя един, нет в нем никакого разделения. И все мы единомысленно умоляем тебя, приди к нам, приди в дом свой в Москву с миром, и тебя примем мы с миром. Тихий вечер, далеко разносились чтения и пения. Аравийский ладан мешался с запахом смол, меда и луговых цветов. Народ стоял по берегам реки на коленях. Под зажигающимися звездами плыл в Москву мертвый святитель. Сам царь, встретив в Москве, упадет перед ним с народом и войском на колени. Стрельцы понесут его на головах. А народу московского соберется столько, что не вместится он по Тверской улице, от Тверских до Неглинных ворот. Яблоку не будет места, где упасть. Крыши все будут полны людей. Великое торжество предстоит для него, для митрополита Никона. Ведь это он, Никон, вымолил прощение царю от небесного святителя. А это еще не все, не все. Патриарх Иосиф скончался. Царь в письме пишет. Значит, путь для него, для Никона, снова открыт. Кому же и быть иному патриархом на Москве? Кому же править церковью Христовой? Кто, как не он, Никон, задавит священно властью своей все грехи народа, поведет народ московский к великой и добродетельной жизни? Под его Никона водительством станет царь Алексей Михайлович, царем вселенским, единым самодержцем христианским. Митрополит Никон при такой мысли индо двинулся на скамье. Источники намантии его блеснули рубинами и алмазами, кровью и водой, истекшими из пробитого римским копьем ребра Христа, висевшего на кресте. — Чего плывем еле-еле? — сказал громко он, несмотря, а только повернув голову через плечо к князю Хованскому. — Ин, князь, скажи им, чтоб борзей плыли, ветра мало, пускай грибцы грибут. Любят ли жебоки лежать, работать не любят, батагов, что ли, хотят? Князь, оперся руками о колени в зеленых шелковых шароварах, поднялся, неспешно крикнул. — Эй, жильцы, шумни, обогребли! Владыка гневен! Никон в полглаза следил за Хованским. Он-то знал, что у него у князя в голове. Царь ему, Никону, писал еще, что князь Хованский шлет тайно грамотки своим друзьям в Москве. Пишет, жить бы лучше ему, князю, в новой земле, чем с Никоном-метрополитом, что мучит Дион Никон всех, силою заставляя верить в Бога. — Ладно, — думает Никон, — до Москвы бы только добраться там. Заплескали весла, замигали свечи, и караван пошел ходче. Гонит его грозный митрополит, торопится сесть на патриарший стол. Караван Никона прошел, как видение, скрылся за лесом на мысу, замерло вдали пение. Павел Васильевич босой перекрестился, покачал головой, надел шапку и повернулся к ватажникам, только и сказал «ну-ну». И добавил «а с зарей мы поплывем, братья-товарищи, путь нам другой подали, дело нас ждет». Глава третья. Сибирское тихомирье. Теплой ночью, на самое преображение в день, шестое августа, в лесной пустыне окружили темные тени стан Ермака. Змеями татари ползли на животах среди крепко спавших товарищей. Никто не ушел от зажатых в зубы ножей, а самого Ермака спас двойной панцирь. Пробился он, сбежал с холма Картушу, скакнул на струг, да оборвался, и увлокла его черная вода. Утонул казак. Свалил Ермак остатки Чингисова царства в Сибири, открыл Москве ход в Сибирь, да сам погиб. У татарского юрта, деревни, что пониже, оболакая, ловил потом рыбу яньши, внук князя Бегаши, и блеснуло ему что-то в воде под солнцем, поглядел панцирь. Сбежались татари, вытащили из воды великана Мурза. Кайдаул сам содрал с него панцири и хлынула у Ермака кровь из ушей, но со рта, как у живого. Построили татаре помост на холме, положили на него батыра, и все, кто не прибегал, не приезжал на коне, не приплывал в челне, били в него стрелами, и все текла и текла живая кровь. А черные вороны даже ночами не смели сесть на тело. Шесть недель лежал так Ермак позором на помосте, пока не пришел в меховой толпе вагульских, остяцких, самоядских, татарских князцов старый полуслепой сибирский хан Кучум. Долго смотрел он из-под рысей своей шапки на труп Ермака, отвернулся, приказал похоронить. Под кудрявой сосной закопали на высоком берегу Ермака сибирские люди. Потом долго пировали, говорили, что оплошали, надо было бы им выбрать казака Ермака своим ханам, говорили, что видят они часто Ермака во сне, что на могиле его по ночам свет столбом, и припоздавшие поездники плетьми гонят мимо могилы храпящих своих коней. Всего полвека прошло после гибели Ермака, а цепь русских городов по берегам рек далеко ушла в Сибирь, и впрямь жива оказалась кровь Ермака. Стучат топоры в Верхотурье, под самым боком Урала, ставят новые избы, лавки, церкви, строят суда на реке, туре, дощаники, насады, каюки, лодьи, струги, чтобы плыть на них народу дальше, на всход солнца, вниз, на Тюмень город. Путь лежит из Тюмени водой на восток, на Тобольск город, где сидят воевода Великий Сибирский да архиепископ всея Сибири. Высоко над лукой Иртыша и над Тоболом на холме стоит крепкий острог Тоболеск. В ладной деревянной стене, сложенной словно хоромы из великих бревен, сверху ход крытый, бойницы по верху и по подошве, избы пристроены для стрельцов. А строг тот, строение общественное, каждый из новоселов должен был срубить и приволочь миром на место по пять бревен на брата. Стань на Никольскую стрельницу, глянь кругом, эх, синё, всё синё от лесов, острые ёлки торчат, как есть пила. К острогу примкнул город, вокруг города полисад из высоких живых елей, что растут тесно друг к другу по горе щёткой без земляного вала. А внизу, под горой, на берегу Иртыша, амбары хлебные, соляные, пушнинные, кабаки, пивоварни, рыбный торг. Тут же татарские пристани, каравансараи, заезжают туда торговые люди, из Джунгарии, из Бухары, из Ямышевского соляного озера. Кругом Тоболеска лес вырублен и отступил, огороды разбиты, подали зелёные выгоны, пасётся скот, на полях рожь спеет, гречиха белая, и стоят одна за одной под Тоболеском деревни ладные, ровно в поморье. Заимки, выселки и новые жёлтые избы растут, словно рожь. Волом идёт и идёт сюда из-за Урала сильный вольный народ на новые мирные места, где можно жить и работать, всего здесь хватает. Вон на крутом берегу на поляне, под шумными зелёными берёзами, крепкий крестьянский двор Василия Тючкина, того самого, что сбрёл в Сибирь от долгов из Великого Устюга, пропивший тогда с досады свой дворишко. Здесь Василий Потапыч сам себе хозяин, живёт в достатке. Во дворе недавнего строения горница на подклете, к ней сени дощатые, над сенями подклеть рубленая, под ним погреб. Во дворе ещё изба людская да сарай да хлев, двор весь огорожен столбовым заплотом, двое ворот на деревянных вереях. За двором мовня, житный амбар, гумно огорожено жердями, на гумне авин, да тут же пунька плетнёвая, спать хозяину в жаркие ночи вольготно. Тысячи и тысячи чёрных людей собрали силу, ушли со старых северных мест, перебрались через Урал, сплывали на плотах, стругах, лодках по сибирским рекам, в зелёных урманах, из которых подымаются белки снегов на острых горах. За миром к природе шли чёрные люди и сами несли с собой мир сибирским тундровым и лесным людям, приземистые самояди, рослым румяным вагулом, с куластым узкоглазым тунгусом и остяком, одетым вековечно в звериные воленьи шкуры, то с доверчивой белозубой, то с подозрительной улыбкой. Эти люди самосеянно родились, как грибы под зелёными сводами лесов, и не умели, не смогли свалить дерево, чтобы сложить избу, нечем было. Костяным-то топором много не срубишь. Вековали они в чумах из жердей, покрытых корьём, берёстой, заваленных шкурами ими убитых и съеденных животных. Лес их растил, хранил, кормил, укрывал от жары короткого лета, от морозов и бурь зимы, и с ужасом, с любопытством следили лесные жители, как ловко новые пришельцы валили, выжигали деревья, рушили зелёные покровы, открывая синее небо, складывали из лесин избы, железными когтями сох, вздирали мягкую, словно медвежье сало землю, кидали туда зёрна. И не пропадали те зёрна, скоро лезли зелёными щетинами из земли, врастали в золотые жатвы на лесных целинах, кормили новых людей душистым сибирским хлебом. На берегу Иртыша, в дремучем лесу, на широкой поляне среди берёз и дубов стоит высокая острая гора. Пополам развалило её громом, открыв большую пещеру. Из той пещеры глядит каменное извояние, косоглазое чудище идол с двойной волной огромной бабьей груди, с острыми зубами в разверстой пасти, с могучими брёвными руками. Шаманы на весенних моленьях разжигали костры под этими руками, грели на огне бубны, плясали иступлённо, бурей вертясь до безумия, словно напившись настою мухоморов, и тогда метали на раскалённый камень рук окровавленные жертвы убитых младенцев и толпы меховых лесных людей толклись между кострами перед идолами в забубённых плясках. Страшны были боги этих лесных обитателей, грозные, смутные, безжалостные, могучие, голоса которых чудились им в оглушительных громах, в треске рушащихся, ломающихся под ураганом деревьев, в визге зимних вьюг, в вечном гуле, в могучем рокоте леса. А с новыми людьми пришли в Сибирь и новые их боги. В их рубленных избах из передних углов молча смотрели благостные человеческие глаза сликов, окружённых зарным сиянием, или скорбные глаза матери, прижимающие груди своей сына, полные тёплой любви, да сияющие глаза суровых добрых старцев. Лесные люди стали понимать, что жить по-старому нельзя, надо жить лучше, жить так, как зажили новые пришельцы. И у своих чумов с суковатыми палками лесные люди уже рыхлили землю, бросали в неё зерно, занятое у новых соседей, и природа в ответ им с готовностью подымало выводило из-под земли. Колосье созрели, колосье растёрты в крепких ладонях, собраны зёрна первой жатвы, зерно кладут в горшок, наливают воды, ставят на огонь, и в первый раз в жизни лесной человек ест свою горячую кашу, начинает свою оседлую новую жизнь на земле. Новые чёрные люди пребывали в числе, селились вместе деревнями, городищами, где избы стояли уже сотнями. Там они хоть не сеяли хлеба, но они сидели праздно, а работали хорошие, удобные, невиданные в лесах вещи, холщовые льняные рубахи, в которых так легко тело в жару, острые топоры, под ударами которых падали и деревья, и звери, и пилы, что грызли деревья словно зубы бобров, бисер синий, белый, красный, чтобы им расшивать красиво меха. И от новых сделанных вещей у лесных людей кружились головы, замирали сердца, а новые люди легко отдавали эти вещи лесным людям за то, чего не сосчитать в лесах, за шкурки зверей, за чудесную колдовскую вещь, за медный, как солнце блестящий невиданный котел, лесной человек, приходивший в город в собольей шубе, с радостью давал взамен столько соболей, сколько в котел влезало. И все больше и больше не хотели лесные люди жить по-старому звериным обычаям. Легко сходились, роднились, братались кровью, крестами менялись лесными людьми новые сибиряки, сливались в один сибирский народ, перенимая друг от друга все полезное для вольной жизни. Еще дед царя Алексея, патриарх Филарет, в учительном послании к архиепископу сибирскому и тобольскому Киприяну даже пенял сибирикам, что живут где русские очень близко с язычниками и женятся на вагулках, остячках, да детей приживают. Но в Сибирь двигались не одни черные люди. В деревянных городах, выстроенных, чтобы держать оборону от кучумовых внучат, сели и чванные московские воеводы. С ними росло крапивное семя, приказные подьячьи и додияки, чтобы сразу же старым татарским письменным обычаям на московский лад тщательно записывать всех лесных людей сибирских, поголовно занося их в ясашные книги по их юртам, деревням, стойбищам, зимовьям, родам, чтобы они только о том и думали, как бы заплатить ясак. Грозное чингисово слово «закон», да поднести поминки царю московскому. Поминки здесь подарки. И мы читаем эти записи доселе в архивах. Юрт подгородный на реке Лям, а в нем сидят в огуличи оклад государеву Ясаку по пять соболей с человеком, да по зимовью породу кислой шапки самоеда миоруя три соболя, сададуя два соболя, егаруя два, обдора два же. Русские черные люди шли на новые сибирские места, чтобы жить и работать вольно, а московские воеводы и приказные спешили за ними, как галки за пахарем, собирать богатство. Московский белый царь, взяв в наследие Батыеву Белую Орду, сберег и в Сибири, как и по всей московской земле, ордынские налоговые порядки. Каждый человек поголовно из всех народов Сибири и старый и малый должен был доставить каждый год московским воеводам в Сибири от двух до двенадцати соболей ясашных. Крутые московские приемы, обьясачивание то и дело обращали сибирских людей в немирных иноземцев, в кучумовых внуков, и воеводы принимали против этого предупредительные меры, обезоруживали их. И в той же челобитной читаем дальше. Да еще, государь, не велят твои государевы воеводы торговым своим людям топоров и ножей нам продавать, а нам же, государь, без топоров ножей пешень прожить невозможно, нагим и голодным быти, и твоего государству Ясаку давать нечем же. Стон шел по сибирской земле, когда московские воеводы доприказные драли со всей земли ее соболиную шкуру. Черные посадские торговые люди шли в Сибирь, возделывая землю, неся туда товары, промыслы. И туда же по сибирским рекам плыли воеводы в кормление, служилые разных званий, вольные казаки с Дону, что никак не могли забыть раздольных времен смуты. городским промыслом не жили, а думали только, как бы родить своим зипунишкам. Колоссальные массы мягкого золота, соболей, других мехов, собираемых с Сибири и выбрасываемых сибирским приказом через Архангельск и Ригу на пухнущий золотом международный рынок Европы, как мед мух, манили к себе этих разного рода звания людей, соблазняли роскошью, которую ввозили заморские гости через Архангельск. По всей земле простые черные люди обрабатывали поля, собирали и мололи хлеб, промышляли зверя, пряли, ткали, шили, ковали, резали из дерева, муравейно плели, невообразимо сложное, все более и более крепнущее плетенье народной экономической жизни. В Сибири со всех трудов народных с полей, с промыслов, с торговли бралась десятая часть на государя. За провоз товаров через заставу брался проезжий рубль, за проход человека через заставу 25 копеек, головщина, за продажу коня пошерстное, шесть денег, и роговое, шесть денег со скотины, хлебные, закуплю продажу хлеба, пять копеек с рубля, с мягкой рухляди, одна шкурка с десятка, полавочное, за продажу в лавках, за заезжий двор, взимали один рубль, если гость вез с собой товар, брали вещие за весы, брали заварку пива заповедное, брали штраф за сиденье вина без разрешения 25 рублев. Легко понять, какие ценности в бытовом тогдашнем исчислении московская казна воеводы и подьячи собирали в Сибири, ежели учесть, что в то время одному человеку неделя жизни в Сибири на заезжем дворе с готовыми харчами, квас, овощи, хлеб и освещение стоило один алтын, а дворник наживал на этом две деньги, соболиная же шкурка ценилась примерно в два рубля. Алтын от татарского алтыни шесть денег три копейки. Значит, каждый лесной человек, обложенный средним ясаком в пять соболей, вносил московской казне в год десять рублей, то есть содержание одного человека на заезжем дворе в течение почти трехсот пятидесяти недель, то есть в течение шести лет. Служилые московские люди выколачивали деньги откуда только можно. Даже уезжая из сибирских городов в Москву на время, они за двадцать двадцать пять рублей закладывали сослуживцам своих жен, и те жены повально творят блуд, покуда их не выкупят их мужья. И воеводы жили в Сибири пышно, жирно ели, пьяно пили, и в престольные праздники городских храмов, когда в городах, посадах и слободах съезжался на годовые торги лесной лют, трезвонили колокола, попы пели молебны о царском здравии, рядами стояли вооруженные стрельцы в ярких кафтанах, и народ робко смотрел, как в парчевой шубе с черно-бурым ожерельем, либо в кафтане, надменно высунув вперед бороду лопатой в собольих шапках с высоким посохом в руках, шел площадью из своего двора в соборную церковь, сверкая грозночами, он воевода, хозяин города, уездов, владыка черных людей. До бога высоко, до царя далеко, кому скажешь, куда пойдешь. Три года живет уже в Енисейском остроге Тихон Басой, с тех самых пор, как уехал из Москвы. Недвижно горяча июльская сибирская ночь, тиха ночь, и, ежели не спать, мысли кружатся над головой, как мухи. В городище, где стоит двор Басых, доносится из леса теплый дух хвои, смолы, круглый месяц плывет в белых тучках над зубчатым морем черных елей и пихтачей. Енисейский острог на высоком угоре над быстрым искрящимся под луной Енисеем. Кругом вековая глухомань, леса, холмы, увалы, скалы, горы. Острог окружен тыном с пятью башнями. Блестят под луной кресты двух церквей, пониже по горе Слобода, Посад, да рядом монастырь Рождества Христова. Велик по кривой улице двор Басых примкнулся к самой стене острога, слышно, как стучат поверху стрелецкие сапоги, как гулко кашляет старик воротник в проезжей башне, где перед образом созвонницы Троицкого собора ударили в колокол полночь. И словно в Москве со всех сторон голосят негромко караульные славу земле сибирской. «Славен город Тобольск, славен город Тюмень, славен город Верхотурье!» Тихон Басой лежит в своем дворе в плетеной пуньке на сене на овчинной шубе сквозь щели зеленой светит месяц. Отбили часы, прокликали караульные, замолк собачий брех, только сверчок сверчит в углу. Спит острог, лес, все. А нет, кому спать, а кто и не спит, у кого разбужена душа, у того, словно росток землю, пробивают душу изнутри, тянутся на свет месяца думы, не дают уснуть. Не спит Тихон Басой. Он и в пунь, кто ушел не столько для прохлады, сколько за тем, чтобы жена молодая не видела, что он не спит. Больше двух лет, как женился Тихон, взял за себя сибирячку, дочку тунгусского князьца Тосея. Увидел Тихон ее в стойбище на берегу реки Кими, прислуживала она отцу, принимавшему Тихона. Богат князь Тосей, лыжи и то соболями подбивает. Ладная у него дочка, стройное лицо, длинное как яичко, подбородок узенький, нос не плосок, а с горбинкой, с розовыми ноздрями, лик низкуласт, рот вишней ягодой, зубы ровные, белые, белее моржового бивня. Волосы из синя-черные, гладко затянуты на голове, блестят как от лака, за спиной две толстые косы, вперевив алым шнуром с жемчугами, а глаза круглые, как у совы, сине-зеленые, ясные, в черных ресницах, под бровями дугами. Одета была она в тот день в халат голубого китайского шелка с золотыми чудищами драконами на соболях, на ногах расшитые бисером меховые сапожки с острыми загнутыми вверх носками. Хоть и чужой красотой, так была красива лесная эта царевна, что дрогнула сердце Тихона. Что ж делать? Сила берет свое, жизнь-то идет своим чередом. Недобро человеку единому бытием. Княжне тоже приглянулся богатырь Тихон с выпуклой грудью под красной рубахой, золотобородой, с высокими сильными плечами, с глазами добрыми и серыми. К тому же и отец сказал красавице Зексе, этот где русский гость богат, вся Сибирь знает босых, руки его доходят до Москвы, много у него исп с товарами и много лодок плавает у него по сибирским рекам. Тихон тогда же отписал про свою судьбу с нарочным вустюг отцу Василь Васильчу. Получил он через полгода ответ и благословение родительское икону. Дело-то было подходящее по всем статьям. С князем можно было сильно работать. Мягкой рухлядью князь Тосей заплатил и за себя и за тунгусских мужиков своей земли енисейскому воеводе Пашкову Афанась Филипчу не один десяток сороков соболей в Ясак по двенадцать соболей с человека старался князь. И дочь водил в соболь ей шубе. И еще отписал тогда отец Тихону в грамотке, что бабенька Ульяна стала совсем плоха, что она шлет любимому внуку свое благословение навеки нерушимое и приказывает наречь княжну святым именем Марьи. Все учинили по-писанному. Тихона, да новокрещенную Марью, обвенчали в церкви в зимний веселый мясоед, отпировали на весь енисейский уезд. Сам воевода Афанась Филипч был у жениха посаженным отцом. Гуляли на свадьбе все торговые гости, промышленные люди, папы, подьячьи, дикие стрелецкие головы, артельщики, свой брат. Стрелецкие головы командира стрельцов. Избу для молодых поставили в городище новую с трубой, со слюдяными оконницами, с широкими лавками по стенам, с тяблом отеческих икон, с белой повалушей, светлой горницей. Дом полная чанша, на дворе людская изба, поварня, мовня, чуланы, пуньки, амбар, народ толпится, подводы то и дело, въезжают и выезжают и бегает по саду сынок Тихона Васенька по второму годику, плечи, ноженьки толстые, крепкие, сибиряк, весь в отца, да глаза так как у рыси хитер в деда Тосея. Пунька здесь комната. Про жену Марью тоже ничего плохого не сказать. Ходит павой в бухарских да китайских богатых платьях брови радугой, красивая, заботливая, только еще по-нашему плохо может говорить, да избу по-своему меховыми коврами убирает. Богу молится и отчу знает и Богородицу, но Тихон не раз находил у ней под подушкой ихних деревянных богов. Лесна эта душа, как колодец глубокий, вода ясная, одна не видать. И оттого, что ли, бывает так до сих пор, что не спится ночами Тихону, мстятся ему другие серые очи в светлые верные до конца. Вот и сейчас чуть заведет Тихон глаза, перед ним плывет, как в облаке Москва, улицы деревом гладко вымощены, вершины в цветных кафтанах скачут, народ торопится, бежит, работает, торгует, избы высокие в два жилья, разные хоромы, церкви белокаменные, Кремль, Красная площадь, Иван Великий, глянь, шапка валится, ну, столица. Ин половину души своей оставил Тихон в Москве, уж больно шибко живет Москва, словно лампада негасимая, чего ж ему не хватает здесь-то? Людей, людей нет, все здесь ладно, и дела идут оглухо, все говорят, а все равно как немые, для чего ж работает Тихон? Помнит он, как радовался на Белом море, на своей лодье, плывя за рыбой, много ли ему самому-то надо? Людей ему надо, правда ему надо, да кто ее знает, где она, эта правда-то? Не видать что-то. Недавно вот отписал отец, приставилась стариться, по весне легла в могилу под свежие березки до топольки в своем монастыре у Троицы. Работает, трудится Тихон, а скучно, ровно он что-то теряет, все душу ровно огнем жжет. Людей, людей бы поговорить, чтобы видно стало, что он не один, что не облыжно он эту правду чует, что у других та же правда в душе, сперва как мышь малая скребется, потом горит как пожар. Не избыть томных тех дум. Закинула его судьба в Енисейский острог, в самую середку Сибири, как на остров, на море, горы, леса, реки, чужие люди в шкурах, сзади тысячи верст до Москвы, а впереди белоснежные горы Саяны, да Байкал море. Спокойно здесь, атомно, в Москве шум, да на душе тихо, в углу пуньки в месячном свете блестит серебряная икона, а и помолиться, да разве пристала молитва могутному мужику. На медне завернул на двор к Тихону за милостыни здешний монашек отец Еремей, рыжий, лядащий, на одну ногу хром, горб сзади, бороден к веревке, а глаза веселые подмигивают. Сибирский он монах из мужиков простец. И посмеивается отец Еремей. Молиться? Что ж, молись, от ничего, советовал он Тихону на его вопрос, как избыть ему тоску. Только, друг, молитва не все. Ты за стол садясь просишь у Бога хлеба? Ага. Ну, а жевать-то самому надо, никто уж за тебя жевать не будет, проси, не проси. Еремины глаза стали еще веселей. Ты от тоски молись, да сам жуй их, грызи и сам своей горести улыбался он. Бейся с ними, действуй зубами ты, а с одной-то молитвой и с голду помрешь. Богу ленивцы претят. С головой уходит Тихон в работу, чтобы Аншу свою забыть. А может любовью правду добывать нужно, кто скажет? Сам Тихон зовет себе заботы, вышибает клин клином, от забот легче не спать, чем от тоски. Не в проворот забот у Тихона и первая забота люди. Ульяш вот привез товары из устюга, нужно их к осеннему до зимнему времени раскидать по заимкам до зимовьем охотницким партелем. Зверья в округе к тому же меньше стало, зверь-то он умный. Раньше в Енисейском соболей бывало бабы во строге коромыслами били, а теперь зверь уходит дальше. Нужно за ним идти, искать промышленных новых мест. Надо покрутов в новой артели подыскивать, а дело трудное, хоть народ все больше прибывает в Сибирь из-за Урала. Люди бегут все дальше, на новые места, на обжитых местах не садятся и сильно бегут. Сказывают, царь воевать хочет с Польшей, а к войне деньги надбе, воеводы народ направешь ставят, томят, а у народа-то ноги свои не купленные, вырубил костыль, подвязал лопоток, уходи подали, куда глаза глядят. Народ и идет, словно гуси сквозь Енисейский острог напролет, все разный, крестьяне с Волги, что от помещиков, с их будных заводов, до спашин, до соляных варниц отбежали, ссыльные, что пытку выдержали, да не признались в том, что с них сыскивали, недоимщики, чтоб на провежи не стоять, да гулящие, нигде не приписанные люди, и народ идет непростой, все калачи тертые, смелые, грамотные, почти поголовно, незнакомые. Как такого человека вартель примешь? Как казну доверишь? Опасно. Возьмет товар, соболей выменяет, наловит, ищи ветра в поле, волка в лесу. И бегут они все, как слышно, к Хабарову, на великую реку Лену, да за Байкал море. Слышно собирает Хабаров охочих людей, новые он свободные места промышлять хочет. Слух такой все больше идет. Хабаров Ерофей Пауч Хабаров Мальчишкой малым еще помнит себя Тихон, дед покойник Василий Степанович был еще жив, стояла белая зима перед Рождеством, заскочил одного Тихон в голубой рубашечке в сапожках Козловых к деду в горницу. Сидит дед Василий Степанович за столом на лавке, тут же и отец Василий Васильевич, а по горнице от замерзшего окошка и до топящейся печки мечется богатырь в синем кафтане на белую рубаху русобородой могутной и говорит, говорит, ровно летит. Дед да отец молчат, только слушают да переглядываются, брови подымают, пальцами по столу постукивают. Это Хабаров и есть. Приказчик Басых, что вернулся самовольно тогда из Мангазеи в родной свой Устюг, живет в соседях на воздыхальной улице. Прижался Тихон к дедушке слушает. Ну, мальчик. Мангазея что, говорит Ерофей Павлович, соболей скоро там изведут, там делать нечем. Сколь народу вместе дальше надо идти на Енисей реку, какие места, там не только соболевать людям, там людям жить можно, земля черная на тех местах. По речке Чулыму сказывают ах и места, степи, луга, зверье, все в цветах, не выгорают в жару, воды много, кругом горы, а в горы пойдешь наверху леса, в них озера, как зеркало, а в зеркале те же горы синие, хроздолье. Летом травы в рост человеческий на лугах, а зимой ветры, снег сдувают, скот все время пасется. Люди там тунгусские, тихие, князьцы ихние в собольях шубах ходят. Хабаров Инда за голову схватился, глянул на икону, Василь Степанович, Господи Боже, сколько же у нас земли и все пустое. Сколько богатств, а дальше Ленрика, а дальше Даурия, на Амуррике что, соболя везде, и там, на Амуррике, сказывают, хлеб сеют, там пашенные люди спокойно живут. Дауры, дауры, даурцы, до середины семнадцатого века населяли верховье реки Амур и долины рек Аргуни-Изеи, принадлежали к монгольским племенам. Есть-то есть, а как туда добираться, спрашивает Василь Степанович, смотря на Хабарова задумчиво. Да хоть и пройти-то можно, да ведь по нашему по торговому делу пройти непросто. Надо да и туда пройти, назад вернуться и все сберечь. Ты, Ерофей Павлович, сам знаешь. Тех-то земель каковы люди, смирны ли, какие реки пути, а то товар завезешь, а назад обменные не вывезешь, да и самого убьют вот те и Амуррика. А то верно, волновался Хабаров, все знаем, от Мангазеи бежать кочеми нужно, тазом рекой до Енисейского волока, там, протоками до реки Туруханом, Туруханом вниз, до Туруханского зимовья, десять дзен, оттуда по Енисею до устья нижней Тунгусской реки тоже, Тунгусскую вверх до реки Титии и Волоком до Чёны реки два дни, там и зимовать, а весной рекой Чёной идти на реку Вилюй, а Вилюем до Лена реки ходу три недели, а по Лене реке и к Полуношному океану два месяца ходу на веслах, а ежели ветер на парусах добежит посудой в неделю. — Кто ж это хаживал? — сомнительно спрашивал дед Василий Степанович, прищурив глаз, рукой же делая знак сыну Василию, чтобы тот не горячился. — И уйдешь далеко, как торговать будешь? — Говорить-то легко, надо, чтобы тех мест люди на местах бы сидели. — А то будет как самоядью в Мангазее, откачует он в тундру и пропал. Бездолгу торговать не приходится, а раздать товар долг собрать надо. Мальчику Тихону тогда жалко было Хабарова. Сильно видно прижимали его дедушка и батя. А верно Хабаров знает, что говорит. Должно быть, в его ушах звенят голоса бывалых людей, так и виден в явь горячий блеск нового в его глазах. Да Семен-то Аверкин чего сказывает, прижимая себе ладони к груди, страстно говорил Хабаров. Ну, чего? Соболевал он, Сенька, на Аргуне реке, вдвоем с товарищем. Налетели на них даурские люди, одного убили. Семена увели к себе в их землю Даурию на Амур реку, а сидят в той земле князьцы Лавкай да другой еще, и они у него, Семена, отняли только стрелы железные да Адикуй, и зато соболями заплатили хорошо. Адикуй синий бисер. Нипочем в той земле соболя, и стоят в той земле города крепкие, и земля опашенная, родит богато, и в улусах их есть серебряные руды, и от той земли богдойское царство недалеко лежит, а в нем с китайцами там торг большой. Богдойское царство Маньчжурия. А Василий Степанович сказал на это еще холоднее, вот что подай-ка Ерофей роспись нам, каковы те земли, и какие в них люди живут, чем промышляют, какие у тех людей животы. Да пиши по статьям, какими реками плыть, да чертеж той земли подай, а то, как мы тебя туда снарядим, на расход пойдем. Понурив голову, изминая в руках шапку, сутулив могучую спину, уходил тогда Хабаров, пролезал в низкую дверь и снова приходил. Все просил помочь ему снарядить, дать денег, всего, чего нужно, чтобы великие богатства Божьего мира не лежали бы в туне, а пришли бы людям. Так просил когда-то помощи и средств у именитых людей Строгановых Ермак Тимофеевич. Так просил когда-то помощи и средств у королевы Изабеллы и короля Фердинанда Кастильских Христофор Колумб, когда его проект похода на запад в Индию отклонил совет математиков. Дед и отец Басыя оказались слишком осторожными. Или они перестали уж быть смелыми гостями? А вот теперь Тихон Инда повернулся и сено зашуршало под шубой досадно. Догони теперь Хабарова. Заснул он под разноголосое пение утренних петухов. А на завтра пришло первое августа, первый спас, праздник в Енисейском Остроге, крестный ход на Енисей, годовой уездный торг. В полдерево уже стояло солнце, когда Тихон вышел со двора. Утро было хрустальным, в воздухе плавали серебряные паутинки, горизонт обступали синие лазоревые горы, увалы в щетине лесов. Тепло, но вдруг потянет бодрой свежестью, вздохнет помаленьку уже затаившаяся где-то за углом осень. В соборе строго идет обедня, служит быстро, многогласно, сразу поют и читают, народ занятой, день праздничный короток, а пенье отдается в деревянной клетке купола, перелетывают в окнах голуби, от сквозняка мигают свечи. Храм полон впереди всех сам воевода Пашков Афанась Филиппч, мал ростом брюхат, за мудрость бог голого лба прибавил аж до затылка, кругом седые кудерки, борода седая круглая. Воевода в парчевом зеленом кафтане, зеленом с травами цветными, за его спиной холоп, держит в охапке черно-бурую шубу и высокую шапку. Толст, будто неповоротлив Афанась Филиппч, а глазом острым смотрит он за народом, как кто молится. И Тихон тут же со своей Марьей, народ смотрит на нее, разинув рот. Вот красота валом летники в складчатых кисейных рукавах, в высоком очелье с самоцветами. Соборная площадь вся набита разным народом, в праздничных одеждах, в шкурах, в бисере, в меде, с серебряными кольцами в ушах, в носах, гул, словно сосновый бор в бурю. С невысокой звонницы забили колокола, из храма выносили склоненные слюдяные фонари, высокие хоругви, выползла певчая братья, и вот в ладанном дыму явился сожженный крест, покачиваясь, поплыл под Спасскую проезжую башню и вниз по крутому спуску на Енисей реку, всю в серебряных блестках в лиловых ветровых проплешинах. А у берега еще со вчерашнего дня сотни лодок и русских кочей, насадов, стругов и сибирских байдар и шкур, что сплылись здесь на праздник из деревень, заимок, зимовьев, стойбищ, юртов. Церемония кончилась, начались торг и мена. Люди брали и отдавали друг другу то добро, что каждый из них сделал. И тут на берегу Енисея в темные леса к местным людям благодатно потекли товары, сделанные искусными руками устюжских, ярославских, вологодских, московских, посадских, хлеб, выращенный вологодскими, пермскими, тюменскими мужиками, а местные люди не умели еще творить заново, имели и давали то, что брали у природы. Народ перемешался, слышались слова на разных языках, в ход пошли, руки, пальцы, топоры, ножи, веревки, холсты, одежа, менялись на меха, на оленью равдугу, на медвежьи и волчьи шкуры, на белоснежных горностаев, огненных и черных лис, на голубую белку, на темно-коричневых бобров. Равдуга, шкура. Тихон стоял на берегу, на зеленом пригорке, щурился от солнца, следил, как быстро, сноровисто работали его артельщики, меняли басовский городской товар. Рядом с Тихоном стояла Марья, и, сияя красотой и нарядом, то и дело дергала за рукав. — Пойдем, Тиса, пирог стынет. И холодок лился из ее зеленых глаз. Ей бы только что поесть, думал Тихон. Кровь, что ли, она у батьки пила горячую губь-то и по сейчас, как у оборотню, ух, и отвернулся. Тихона снова тронули за локоть, он повернулся уже было с гневом, нет, не Марья то была. Она ушла, ее алый сарафан был в полугоре. Широкоплечий мужик с окладистой черной бородой в белой заношенной рубахе в лаптях улыбался застенчиво Тихону. — Тихон, Васильич, каково здоров? Словно ветром в лоб дунуло Тихону, вот оно, белое море, кипят бесконечные волны, он в лодье под парусом, на корме широкая с прямыми плечами молчаливая фигура кормщика, его старой ватаги, сурового селиверста. — Пухов, — вскричал Тихон, родной, поздороваль, один или как? — Для чадин, все идем, народ идет миром. — Все с тех пор идешь, как мы в сороке за сельдью ходили. А что делать? Не дают воеводы нам, черным людям, работать, ну и ходим, бог с ними, не замай. И узкие от яркого света все в морщинках глаза Пухова впились в кого-то за спиной Тихона, ишь, как лоб налился, шевельнул он плечами. Воевода грузно подходил сзади к Тихону. Тихон низко поклонился, воевода приподнял шапку. Еще ниже поклонился Пухов, потом выпрямился. И Сильверст беглый, и Афанасий воевода глянули друг другу в глаза, осторожно отвели взгляды в сторону, но каждый из них следил за другим, словно лесной зверь. Воевода глухим голосом Тихон Васильевич поздоровуль, зайди свет завтра в съезжую избу, дело есть. И вдруг повернулся к Пухову. Ты ста что за человек? Это наш человек, Басовский, вступился Тихон, с устьюга артельный. Боярин стоял против Пухова в зеленой парче, сверлил мужиками двежьим взглядом. Пухов, уроня руки вдоль тела, вертел шапкой, светил на грудь лохматую голову, скрыв под волосами сверкающий взгляд свой. И ладно, вздохнул воевода, простите, Тихон Васильевич, и крикнул коня. Белый, словно сахар, жеребец легко понес блестящего, как жук боярина, вверх по крутому въезду в городище, воткнувшееся своими прапорцами на башнях в синее небо, в крутые облака. Пухов взмахом головы откинул с глаз волоса и поднял на Тихона озорные смеющиеся глаза. — Ну, брат Сильверст, айда на мой двор, сказал Тихон, закусим, что Бог послал, так значит, ты должно но к Хабарову. Идем? — А как же, — ответил Сильверст, куда народ туда и мы. Глава четвертая Слобода опытовщика Хабарова Хабаров тогда из Устюга все-таки ушел на Лену реку, бросил Мангазея, ушел сам третий с братом да племянником. На коче с маломальным своим пожитком плыли Хабаровы по Турухан-реке, оттуда на Нижнюю Тунгуску, что течет навстречу с востока. Две пары остроухих остяцких собак бежали по галькам бичевника, ладно перебирали обвязанными в мягкую кожу лапами, таща против воды одинокая суденушка. Тянулись прибрежные ивники, скучное мелколесье да чернолесье. Из ивников у воды изредка торчали убогие остяцкие чумы под бурым корьем, под белой берестой, из них сходили дымки. Людей видно не было, они убегали в кусты, в леса, слышен был только злой собачий лай. На берегах торчали голые скалы, то, как развалены стен, то, как высокие идолы, голые уступчатые башни и отдельные на них лиственницы смотрели сурово и неприветливо. За дальними лесами белели снегами горные хребты. Утрами на песчаных отмелях на косах было словно навали на снегу белые лебеди кликали трубно, дремали, стоя на одной ноге цапли, на зеленых лужайках плясали журавли, утки, словно нанизанные парами на нитку, носились с берега на берег, то и дело взлетала болотная водяная птица. Туманы розовели от подымающегося солнца и тогда к берегу выходили из перелесков серые стада репцов и тетеревов. Птицы подлетовые разбегались в стороны и мирно уступали дорогу, когда среди них двигалась к воде горбоносая губастая туша сахатого лося с ветвистыми плоскими рогами. Но с оглушительным криком взмывала вверх эта же птица, когда мелькала в высокой траве красная спина лисы или кустами выходил к реке седой матерый волк. На тихих вечерних зорях по реке сплошными кругами и кружками играла, сверкала, предала рыба. Все было полно могучей темной жизни, дышала богатой силой матери земли. Мать пустыня молчаливо расстилала перед смелыми путниками, словно на скатерти самобранке свои дары, и путники не вздыхали по ней умиленно, а рвались все вперед и вперед, чтобы жить, чтобы работать. Прошло почитая лето, пока добежали Хабаровы Нижней Тунгусской до реки Тетей. Пошли Тетей, и однажды к вечеру, обогнув низкую скалу, похожую на пьющего быка, услыхали лай, увидели под тремя оплешивившими высокими лиственницами задымленную избу. Избушка стояла на четырех высоких пнях, на князьке белел медвежий череп, жаркий костер под черным котлом полыхал, отражаясь в воде. Старик в белой рубахе с копной седых волос на голове, с бородой по пояс приподнялся с валежины и, приложив руки к глазам, всматривался из-за огня, опираясь на палку, потом двинулся к берегу. «Далеко ли Бог несет, милостивцы?» кланялся он. «На чону реку», отвечал Хабаров, шагая на хрустящую гальку, «где волок-то будет?» «А здесь, милость в цездейс, приставайте с Богом, я тута волоковой». «А люди у тебя где?» «Где людям быть, как не в лесу, подойдут?» За костром уходил в горы мшистый распадок, по его склонам свечами торчали лиловые стволы лиственниц, раскрывали широкие кроны, высокие тополя, вязы, деревья были осыпаны вечерним светом, тени наполняли низину. По осеннему времени гнус уже пропадал, воздух был свеж и легок. Все шло, как всегда. Хабаров крепил коч к рогатому выворотню, Никифор распряг голодных собак, те повизгивали, ожидая своей еды. — Дед, — сказал племянник Артюшка, — а для че у тебя на избе медведь? Ледяные шилья стариковских глазок уставились на парня. — Где живем-то? — В лесу. — Ну и молимся хозяину. — У кого живешь, тому и молись. Медведь он, как человек, только мохнатый. Как остяк, хе-хе, работать вот не умеет, вот и пожаловал ему лес шкуру. Лес-то молодец, все батюшка дает, что надо всем. Молись лесу, сынок. Хрустнул сучок. Хабаров обернулся. Из распадка выходил в красный свет костра русобородый великан в латаной однорядке с топором за кушаком. — Господа гости, негромко сказал он, снимая шапку, кланяясь, бросил к костру тетерева и репцов, сам легко опустился на пенек. — Отколь плывете? Непрерывным, связанным движением вытащил из-за ночи за сапожник, разделывал добычу. — С Мангазеи, отвечал Хабаров, сами устюжские. — Со всех сторон люди идут, — говорил великан, я тоже с Вологды, а он, говоривший, метнул головой к лесу, откуда явился валый круг огня приземистый хромой мужик в синей пестриде, он с поморья. За ним сверкнул в тени еще чей-то топор. Люди появлялись, подходили к костру один за другим, будто тайга выдыхала их из себя. Вокруг костра в красном его свете уже сидел кружок бородатых мужиков, закипал котел, куда каждый бросал выпотрошенную дичь. Их лица молодые и старые, их дремучие рыжие седые черные русые головы, их бороды, их смелые глаза, блестевшие от костра, все такие разные, были однако схожи между собой, были словно сродни с этими деревьями, лесом, тенями в распадке. Люди ели свой ужин и молчаливые посверкивали только глазами и зубами. Они вышли на свет из тени леса, и казалось, погасни костер, они, вольные бродяги, исчезнут бесследно, словно их и не было, растают в темном распадке, в лесах, в тучах, в облаках, в шумном шорохе лесной матери пустыни. Нет, они не тени. У каждого из них за поясом топор. Каждый из них все может им сделать, что занадобится. Он и свалит лесного хозяина медведя на мясо, на шкуру, и избу поставит, и костер разведет, и лодку построит, и лес расчистит, под пашню, и город срубит все, что нужно. И весело Ерофею Павловичу смотреть на этих простых, безвестных людей у костра в тайге над тетей рекой. Такие русские богатыри в таких богатых местах. Да что они наделать могут? Есть кому работать на лени реке. Это они, это их деды там, за Уралом, уже заняли, вспахали земли, построили деревни и города, поставили золотоглавую Москву, и, услышь, они здесь зовущее слово правды, да они горы поднимут, реки повернут куда надо. За следующие дни косматые лесные мужики, напрягая стальные мускулы, треща хребтинами, перекладывая изжеванной тяжестью катки, переволокли тяжелый коч Хабарова лесными распадками в реку Чону. Далее трем смелым устюшским людям свободный ход дальше, к востоку. И побежали Хабаровы по течению реки Вилюя, и бежали торопко, осень подходила все ближе. Бесчисленные стаи птиц с криками, гоготаньем, с кликами улетали к югу. Белыми от снега стали гольцы горы. На реке вставали стеклянные забереги, ледяные запруды. До Лены пути оставалось еще с месяц. Выбрали место у выворотня лиственничной лесины под яром на полдень, вырыли землянку, прикрыли вход медвежьими да лосиными шкурами, нарубили в три топора запас дров, и скоро пришла, посыпалась снегом, старая белая зима. От морозов ухал лед на реках, деревья трещали, птицы мерзли на лету, сполохи ходили по темному небу столбами алыми, лиловыми, соломенными пазарями. В полдень черные вороны летали в облачках пара под алым низким солнцем. Замерла природа. Но трое зимовщиков работали, не покладая рук всю зиму, ловили сетями соболей, горностаев, куниц, били лис. Пришла весна, выше покатилось, разгораясь солнце, издырявились, схизнули сугробы, побежали ручьи, ожила, закликала, заревела, запела птичьими и звериными голосами тайга, отощалые медведи вышли после зимнего сна слежек своих, грызли, ломали топольки и березки, грызли их кору с мучительным ревом на весь лес, опоражнивая свои кишки после зимнего покоя, полетели на север, захлопали по тундровым разводьям водоплавающие, и, наконец, полноводный Вилюй вынес Хабарова на Лену великую реку. Неприветна угрюма показалась она землепроходцем, хоть и сильна. На дворе уже июнь, а берега реки еще завалены льдами. Серые свинцовые воды медленно текут на север, к полуночному океану. Людей на Лене мало, народ немирен, погода дышала холодом, и Хабаров с товарищами решили подыматься по Лене на полдень, искать место, где ставить себе зимовку. Прошло с той поры, почитай, больше десятка годов полных упорных трудов и Хабаровых, и тех людей, которые подходили к ним из лесов, входили в артели, ставили рядом избы, расчищали, пахали поля, сели хлеб, овес, лен, коноплю, охотились, ловили рыбу, вели торг городовыми товарами из московской земли, из России. Жили в Новой Слободе вольным новгородским обычаем, как жили теперь в остатнюю разве одни казаки на Дону. Все больше и больше на их торги выходило из лесов местных жителей, приплывало на берестяных кожаных лодках, приезжало на собаках на оленях. Хабаровские люди богатели, работали не покладая рук, все больше и больше вели нужные народу промыслы, нашли неподалеку железо и в поселке застучали веселые звонко молотки, ковали ножи, топоры, пешни, пошла живая торговля. Сам Ерофей Палч когда-то еще мальчиком работал соль на вычигде и найдя соляные колодцы в Усть-Куте он поставил там соляные варницы, можно было уже ловить рыбу, солить да впрок. Жизнь и труд били ключом в Новой Слободе, хотя для бережения и на всякий случай срубили и поставили на холме над крутым берегом небольшой острожек, но в городке Том воеводы не было. Поставили церковь и звон колокола разнесся далеко по тайге, разгоняя лесных хмурых богов. В документах того времени Хабаров именуется опытовщиком. Он смело и умно ставил опыт жизни на новых местах, и слухи о вольной жизни в Слободе на Лени реке бежали далеко кругом. Однако вольной жизни пришел конец. За Хабаровым съехал с Москвы на Лену воевода Головин Петр Петрович и поставил якутский острог недалеко у устья реки Вилюя. Задачи у Головина были иные, чем у Хабарова. Речь шла уж не о работе, не об осваивании, этих пустынь трудами. Москва давала ему наказ осваивать земли, объясачивать народы, досмотреть крепко, которые реки впали устьями в море, и сколько от одной такой реки до другой ден ходу парусом или греблею, и расспрашивать про те реки подлинно, как те реки слывут, называются, и отколи они вершинами выпали, и какие люди на тех реках живут, и скотинные ли они, пашинные ли, и какой у них хлеб родится, и зверь соболь есть ли, и ясак платят ли они, и ежели платят, то в какое государство и каким зверем. А дальше шли указания уже специального значения. И в том государстве, какой оружейный бой, и товары им какие надобны, и на какие товары с ними туземцы торг ведут, проведать тебе подлинно. А приехав к себе обратно, явиться к расспросу, и опись, и всяким землям, чертеж подать к съезжей избе. Сибирский приказ в Москве отлично понимал, что русские люди в Сибири подходят к местам иного склада, не таким, какие были доселе, что здесь иноземцы могут быть немирны, что тут начинается влияние других государств, что тут движение вперед оказаться может не так легко, как прежде, что возможно сопротивлением. Затрудняло дело и дальность снабжения от Москвы и других хлебных мест расстояние стало очень большим, пороху же, свинцу, а главное хлеба и товаров требовалось все больше. День был жаркий, Хабаров только что вернулся с поля, где жал с артелью хлеб, сел обедать. Подавала ему урочонка, которую он, как рабыню, выменил на соль, жил же с нею, как с венчаной женой. Маленькая, с быстрыми черными глазками, похожая на лесную птицу, она все время пугливо посматривала на своего властелина, боялась его, не верила, что он ей муж, но визгливо бронила его из ревности, лезла с кулаками. Хабарову это нравилось. Его первая жена была посытая, белая, сдобная и очень любила спать. А Агафья так окрестил урочонку бродячий поп Ануфрий. День день с кой носилась, посушила мамбаром с мехами, была переводчицей, помогала мужу изо всех сил. Агафья поставила на стол горшок щей и свежей капусты и, вытирая руки передником, бросилась к окну. Во двор кто-то въезжал, чего-то спрашивал. «Батушка, цой то, все крысят?» сказала она. Хабаров встал и, дожевывая кусок, выглянул в окно. «Тебе не разобрать!» улыбнулся он, похлопывая Агафью так по спине, что маниста в косах забринчали. Государь, запыхавшись, кланялся со двора в окно широкоплечий конюх Фирс. Ребят кричат с реки, струги снизу бежат. «Ну, со стрельцами, три лодьи! Не было б дурно!» Хабаров сдвинул брови, бросил недоеденный кусок хлеба на стол. «По времени с едой Агафья гости, должно не званые». Быстро натянул сверх рубахи синий кафтан и, выпрастывая из-под полы бороду, сбежал с крыльца во двор, зашагал к берегу. Лена против слободы была еще не широка, сильно дул низовой ветер, лиловые волны катились вдоль реки, шумя белеками, березы на юру шатались, кланялись. За желтыми отмелями, за зеленью лугов, за синими гребнями лесов белели широкой полосой снега на отрогах саян. Ветер дул ровно и наносил то цветами слугов, то солнечным теплом. Хабаров из-под руки смотрел с кручи берега на приближавшиеся паруса стругов, набитых стрельцами. Сюда подошли, стало видно, как выцвело сукно кафтанов, как бледны бородатые лица стрельцов, как угрюма и недоброжелательно глядят на мирную цветущую слободу их запавшие глаза. На переднем струге на щегле вьется красный стяг с гербом Москвы Егорьем храбрым поражающим змием. Должно сам воевода, подумал Хабаров, сымая шапку с темных своих кудрей стрелецкие кафтаны латать едет. Парус на переднем струге скользнул вниз, струг ткнулся в приглублый берег, с него скакнуло двое стрельцов с бердышами, подхватив под локти худого, малорослого, бледного человека. Богатый, новый его кафтан никак не подходил к его желтому, тонкогубому лицу с узкой бородкой и суровому блеску узких глаз в красных веках. Хабаров отступил назад, а приехавший, держа левую руку на рукояти сабли, бежал прямо на него. «Вор!» — выговорил приезжий и, выставив бороду вперед, мигал глазками. «Воруешь?» Кротиву великого государя по что указа не исполняешь?» Хабаров погладил бороду. «Поздорово ли государь плыли?» По обычаю начал он кланяясь. «Поздорово, поздорово, знам от дела!» — бормотал приезжий. За ним стояло два дюжих стрельца, другие выскакивали на берег, подстраивались. «А ведомо ли тебе, указал якутский воевода Головин Петр Петрович, платил бы ты, Хабаров, знам дело государеву десятину со слободских людей и со всего, что надобно в якутский острог?» Хабаров понял. «Еще по весне, как сошли с Леной снега до льды, с первым же стругом он получил о том грамоту от якутского воеводы». «Я еще тогда, отписал государь, плачу я со слободы нашей, что положено, в Енисейский острог, и на нашей артели недоимок нету», заговорил он. «Или в другое сплатить? А кто ж ты, государь, будешь?» «Я буду знамоделу якутского острога, письменной голова, поярков, Василь Данилович». «Посылован я к тебе, вору, воевода якутским. Живете вы здесь воровством самовольно, или тебе неведомо, в якутском остроге зимой голод был великий, хлеба не было, служилые люди, а цинжали, а у тебя хлеба полно. Или, государевой службы, ты, вор, править прямо к делу не хочешь, кабаков государевых не держишь пива, сами про себя варите, живете воровским самовольством». Хабаров с высоты своего роста смотрел поверх головы пояркова на Лену. Или нет в ней больше свободного хода, как то было раньше, туда, к полуночному морю, в бескрайние леса, в живую глубую сеть безвестных неисчислимых рек. Стал на тех путях государев якутский острог, сидит московский воеводам. Оттуда пришли кочи, оттуда им шлет воевода столбцы с указом, оттуда же приплыли голодные злые, с огненным боем служилые люди в ношных кафтанах. Не пахали, не сеяли, не жали эти люди, а только великоханским обычаем писали списки на черный люд, с кого и сколько причиталось по бору, да еще списки ясашных людей, сколько с кого взять ясаку. Вот они. За спиной пояркого стояла полусотня с тяжелыми ружьями, блестели полумесяцы бердышей, как волк в зимнее хмурое утро жадно втягивает в себя воздух, сытно пахнущий овечьим навозом, так голодные стрельцы острили свои взгляды на раскиданные по берегу слободские кондовые избы в крепких дворах, навешала, где янтарными соженными пряслами вялилась мерная рыба, на соляные хлебные амбары, на зеленые огороды, охваченные хозяйственно паскотинами, где желтыми солнцами стояли невиданные еще ими подсолнухи. Хабаров также спокойно поглаживал бороду, поярков заговорил потише, прислал со мной якутский воевода песцов знамо дело переписать твоих слободских людей именно достроенье, до завод весь ваш, все их животы, и, сказывает, еще беглых ты мужиков к себе прибираешь, и указал потому тебе якутский воевода, что ты Ерофейка, сдал бы в якутский острог весь твой хлебный запас, чтобы государевам людям ни в чем скудости не было бы, то государево дело, вот она грамота, знам дело. Государево дело. С самого детства слыхал эти грозные слова устюжский посадский человек Хабаров. На коленях отца, прижавшись щекой к его мягкой бороде, слушал маленький Ерошко в неторопливые обстоятельные отцовские рассказы. Ходил тогда тот посадский человек Павел Хабаров на великое государево дело. Устюжские, вологодские, вятские, новгородские, пермские люди всем миром ополчились освобождать Москву. Первые самые бояре в ту смуту взяли царем над всем народом королевича польского Владислава. Дозволили ляжским доказачьим шайкам бродить по московской земле. Он, Павел Флегонтов, сын Хабаров, был тогда во всенародном ополчении у Кузьмы Минина. Сам бился крепко против пана Хаткевича под стенами Новодевичьего монастыря у Москвы реки, плакал от радости, видя, как бросились в бой казаки Трубецкого. И отец показывал сыну рубец на плече, рассказывал, смеясь, что сидевшие в Кремле поляки отбивались от восставшего народа, стреляя в него и спищали жемчугом, содранным с икон кремлевских соборов. Свинца у них уже не осталось. Разогнав захватчиков и самозванцев Совет всея земли посадил на царство выборного царя Михаила. Павел Флегонтович и в Кострому ходил в охране великого московского посольства, а потом еще больше людям было государево дело. Надо было работать, налаживать жизнь, платить долги супостатам, бить где дубьем, где рублем. То и дело сходились земские соборы, строилось государство. И сам он, Ерофей, еще молодой, сошел за уральский камень в Сибирь, работал сверх сил, помогал жить местным людям, урежая порядок, подводя новые земли под великую руку Москвы. «Вор!» кричал Паярков. «Ты, Василь Данилович, для чего лаешь меня вором?» выговорил наконец Хабаров, надевая шапку. «В чем я вью?» «Всю жизнь государю служил и примил. В чем своровал, сказывай, пусть воевода сказнит, или я землю не обихаживаю, или народ не строю. Вон окуда к Байкалу к морю подошли, и все ладно». «Или чего худого сделано? Или мы туземных людей обижаем, до смерти побиваем? Нет, мы с ними миром да ладом живем, крестами меняемся, братаемся. И выходит, чужие люди нам побратимы, а вы служилые наши люди, как сюда пришли? Или мы вам не дети, вы нам не отцы? Берите все ладом, по совести, по хорошему, по совету, чтобы все всем было равно? Ховаров стоял на зеленом берегу великой реки Лены, залитый летним солнцем, большой, ладный, в синем своем кафтане, развернув плечи, положив загорелую руку на просить бороды. За ним стояла мирная земская сила, его сбежавшиеся люди. А против них стоял у воды письменный голова поярков, ухватившись левой рукой за рукоять огромной не по росту сабли, и то же самое солнце сияло на богатый его кафтан. Хабаров говорит, ладом берите, что надо. Не знает он смерть, каково государева дела, ладом, чтобы всем было вровень? Или царь тебе собаки ровня? Кто выше царя, что ж ты с богом спорить будешь? Не то, что в добре, в самой жизни твоей волен царь. Живешь, значит, служишь царю, кто не служит, тот ему ворог, супостат, не христь, кто с царем, тот верный царский раб, а кто не раб, тот против царя. Или он, поярков, из диков сибирского приказа, не видел силы царя, как посылал государь первейших своих бояр на годы в дальние гиблые края, как жаловал их за верность помесьями, как за воровство сымал головы с плеч. Эх ты, новгородский горлопан! Так стояли они оба русские люди, поярков и хабаров друг против друга. Сила земли у Хабарова, сила власти у пояркова, и между ними змеями велись раздорные молнии, рвались они к одной и той же великой цели, сойдясь на единой тропе. Государеви деле, столкнулись с силой без договора. С вечера всю ночь напролет гуляли якутские стрельцы в слободе, словно в завоеванной земле, гремели песни, лаяли собаки, визжали, ревели то тут, то там, девки и бабы. Сам поярков пировал у Хабарова со своим подручным стрелецким пятидесятником Петровым Патрикеем Петровичем, рослым, молчаливым мужиком в красном кафтане, у которого на лице из сплошной серой бороды были видны лишь глаза да нос розовым яблочком. Стол заставлен был ествой, жбанами с медом, пивом, стеклянными сулейками, с кумохой. Как почетный гость поярков сидел в переднем углу, голову склонив набок зыркал ястребиным глазом своим по полкам, по стенкам. На стороне хозяина сидели его почетные слабожане. Хабаров молчал. Его слабожане сидели, опустив головы. Только Агафья сверкала гневным взглядом узких глазок, гремела блюдами и посудой, меняя братины. Тут вдруг оторвался от жаркой еды, покончив с оленьей губой Патрикей Петров. Мы это там кто вдруг хрипло заговорил. он из меховой своей бородищи в амбархта глянем, сами пошарпаем. И захохотал ощеренной пастью с тремя желтыми зубами, снова занося за сапожник надкрашенным деревянным блюдом с жареным лебедем. Хабаров поднял вверх обе большие свои руки. «Государь», сказал он, «много ли это, что мы и нажили? Сибирь-то велика, эх, все, что делали мы, на себе делали. Для того, чтобы народ свободно в достатке жил, чтобы тут крепко ногу поставил, да дальше ступал на восход солнца. Там, сказывают, народы живут широко и богато, земли великие, ровные, пашенные, в серебре люди ходят, в шелках, сказывают тоже одежу у них с нашей схожа, и церкви с колокольным звоном, и люди там живут смирные, туда нужно идти». «Куда это?» «На Муррику, вон куда. И туда я, собрав охочих людей, идти хочу». По Соколиному поярков метнул глазом на Хабарова. «Чего задумал, а? Ишь выискался какой, соберет людей им, что сами остроги поставят, города, слободы, сами все работать умеют, своим обычаем в Сибири жить будут. Чего будем с воеводой делать? Нет, надо нам самим вперед выходить, ей-ей опасно, упредить нужно воеводу Петра Петровича, как бы Хабаров вперед не заскочил». С позаранку похмельные воеводские злые песцы шныряли по слободе с листами с гусиными перьями за ухом, заскакивали в избы, рылись в рухляде, перетряхивали все животишки. С лобожан. Подьячий Парфен Окунев поставил стол свой на площадку против хлебного амбара и, сидя на опрокинутом окоренке, желтый с перепоя записывал книгу, как слободские мужики перевешивали, сдавали на выгреб зерно. Десяток стрельцов, покачиваясь еще в дреме, стояли тут же, опершись на бердыши. — Ходи ногами, выкачивая глаза, покрикивал Парфен на хмурах слобожан. Научу вас, окаянных, какая она есть царская служба, ишь, морды наели, не оплю ее живо. Два дня грузили хлопотливо стрельцы в свои струги, в захваченные слободские кочи и дощаники, меха, шкуры, рыбу, соленую и вяленую, шубы, шапки, меховые, комусовые унты, в якутском остроге научили их уму-разуму лютые морозы. Веселее всего шла погрузка зерна, взяли здесь больше трех тысяч пудов, да много еще соли. Еще через день тяжело груженая флотилия Паяркова двинулась в путь к якутскому острогу, увозя с собой захваченного стрельцами скованного Хабарова. Паярков приказал при проводах схватить его и посадить на свой струг. — Ты воеводе, Петру Петровичу, дашь еще ответ в самовольстве твоем знам дело. — Как на дыбу подымем, грозил Паярков Хабарову, заговоришь прямо к делу. Куда соболишек схоронил с твоими ворами, скажешь, вор? И разоренные слабожане, стоя на берегу, молча следили, как вольно вниз по течению уходили по лене воеводские струги. На полночь домой в якутский острог. На переднем сидел на супесь, измяв бороду кулаком письменный голова Паярков, обдумывая думу, как не допустить самовольство Ерошки Хабарова, как пройти вперед и обозначить новые земли на Амуре, и самому выгодно, и государь не забудет верной его службы. Глава пятая Селиверст Пухов Селиверста Пухова Тихон привел в избу, за стол никого из своих не звал. Марья, сверкая зубами и глазами, сама собирала стол, как положено на такой праздник, уставила братинами с пивом, с медом, поставила вино, настойки, девки понесли яству в глиняных, оловянных, деревянных блюдах, пареное, жареное, пироги, баранину, оленину, убранные огурцами да капусты, с подливками, с луком да чесноком, рыбу жареную, тельное, миски с похлебкой, ухой, со сладким взваром. Больно был рад хозяин нежданному гостю, угощал, подкладывал, наливал, оживало ведь пережитое, вставала двина в золотых песках, всем же изба паншиных. Доброе пиво, поданное иноземной девкой, косоглазой чернавкой, развязывало путанные петли в душах, таяло, грело в груди, и под праздничный топот пляски со двора, под песни да веселые голоса, оба мужика помягчели, заговорили. — Бежишь, стал быть? — спросил Тихон, заглядывая в пустую братину, а вошедшая на этом слове Марья, как конь вздернула головой. — Марья, девке, скажи, нацедил бы пиво, добавил он. — Бежим, — отозвался Селиверст и сверкнул из-под лобья взглядом. Куда денешься? — Для че? — А кому нарать идти охота, на войну? У Ревякина я в артели ходил, у Ивана Васильевича лодьи в Вологду гонял, а он в датошные люди меня определил. — В датошные люди, значит, на военную службу. — Мне подводу давал, с подводой посылал. — Ты, Селиверст, иди воюй, Господь с тобой, ты иди у меня в Кабале. Я, говорит, тебе полвтора рубля на одежу давал, верно, верно, говорю, брал я, а ты не доправил, не. Так что ж, говорит, я с тебя возьму, ступай в ратные люди с моей подводой. Я и побежал, бросил все. Царь рать прибирает. — Нет, не царь, кабы царь. Кто же? — Патриарх, вздохнул Селиверст. — Патриарх? — Ага, новый, Никон, патриарх. И приказал он Никон сбирать в устюги подводы, догнать их под кромы, на рубеж, война чу будет. Тихон улыбнулся. — Его ли это патриарш едело? — Его. Патриарх-то теперь сказывает все указывает царю. — В царя он место. Селиверст опять обугрюмел, взгляд ушел глубоко, однако сутулость исчезла, выпрямился, тряхнул волосами, поднял брови. Трудны слова черным людям. — Бают патриарх-то, но не царя по боли, прогудел он. Силен он, государь. — Кто ж так лает неподобно, пригнулся к скатерти Тихон. — Монахи, сказывали соловецкие, я на соловки подался, как убежал, че делать? Монахи, они все знают, грамотные, шептал Селиверст. И тоже грудью налег на стол, раскинул по суровой скатерти черные руки клешни. Беда идет, бают, в деревнях курицы петухами поют, патриарх, но не царем правит, да. Силен патриарх. Ой, беда, беда, царь обещание дал изволи Никона не выходить. И сказывают, весь народ видел, царь да бояре поклоны перед Никоном бьют, а покойник ручку эдак из гроба поднял, костяным пальчиком грозит страсть. Ну, потом опять лег в гроб. Сквозь свившие солба прямые космы волос очи селиверста горели углем. Окна горницы были настежь, широким кругозором глядела в них вековечно свободная тихая земля сибирская, в тайге кое-где полыхали алым огнем первые клепи. Селиверст рассказывал все это потрясенно, коряво, приукрашенно, да так почитай, оно и было, как он говорил. В жаркий июльский день, переполнивший Успенский собор народ московский, чины, бояре, духовенство во главе с царем Алексеем у гроба Филиппа стояли на коленях перед Никоном, митрополитом новгородским и великолуцким, кланялись земно со слезами потрясенно, умоляя жесткобородого сидеющего гордеца возложить на себя санпатриарха Московского и всея Руси, чтобы спасти земное могучее царство, насквозь просветив его вечным небесным светом. Вопящему, рыдающему народу в могучем монахе в пудовых золотых ризах чудились великие силы и орлиная зоркость духа. Косматые бородатые головы кружились от веры. Курился синий ладан над высокими сводами меж четырех столпов Успенского собора, солнце сияло над Москвой, над блаженной толпой, стоявшей на коленях по всей Ивановской площади. Казалось, сам Господь Бог с сонмом небесных сил своих вот-вот сойдет с небес, укрепит этих метущихся взволнованных людей Москвы. Твердо, хитро и расчетливо шел Никон по пути, который предсказал ему когда-то мордовский колдун. Два раза отказывался Никон. Три раза валились перед ним земно царь-бояре народ. — Будете ли вы почитать меня как отца верховнейшего, выговорил наконец Никон, дадите ли вы мне власть строить церковь? Великой клятвой клялись царь и бояре, что будут исполнять все, что укажет Никон. Никон тогда согласился и в церемонии на столование патриарха Корнилий митрополит Казанский и Свияжский возгласил на столование здесь поставление патриарха. Божественная благодать ежевсегда немощная исцеляющая и недостаточно восполняющая поставляет бывого митрополита новгородского и великолуцкого Никона, ныне же патриарха в богохранимом царственном граде Москве и всея Руси. Аксиос достоин трижды прогремел хор. Новый патриарх обратился тогда к царю и к народу со словом. Он сказал так. «Мы же должны молить всемогущего Бога, якода тобою, пресветлым государем, благочестивое ваше царство, снова он вас прославит и распространит от моря до моря и от рек до конца вселенной, и все расточенное во благочестивое твое царство возвратит и соберет воедино, чтобы был ты вселенским царем и самодержцем христианским, сиял бы, как солнцу единому посреди звезд». После обедни Никон в шествии ехал сам, словно Христос на осляте вокруг Кремля, а коня вел под усы покорно царь Алексей. Твердо ступал Никон на ступеньки патриаршего престола. Селиверст уже не ел, пил только, рассказывал вести о московских делах, и страшные вести эти, докатившись по всей земле до Сибири, несли с собой сметенное горькое похмелье. Или колебалась земля, шло великое нестроение, или опять воровали начальные сильные люди, никогда не забывал черный народ боярской шатости и лукавства в смуту, никогда не верил боярской Москве. Старики-то еще помнили, как в лихолетие вели свящие люди страны вокруг воров и самозванцев, ища прежде всего себе не правды, а наживы до самовольства. И народ громил их в своих восстаниях и бунтах, вспыхивающих то и дело по всей земле. Но снова и снова покорно из-под меча замерялись черные люди, снова впрягались в свое тягло, принимались делать первое свое дело, обихаживать кормилицу землю, и всю жизнь свою работали немудряще, хоть и по-разному, и Тихон, и Телеверст, взыскуя только мира и труда. И в этой беседе сплошным черным дымом с далеких московских рубежей вставала смутная тревога. Народ дал живому царю власть, а царь отдавал ее угрюмому монаху, хитрому и неистовому. Обилен, наряден стол в избе Тихона-Басова, прочно все это довольство, а за окошками горницы горит рыжий осенний закат, высокие багряные облака, видны в них пылающие горы, темные провалы пещер. Вон одно облако, словно лев, поднялось медленно ввысь, обернулось верблюдом, встало, великаном-богатырем, уплыло, сгинуло в бездонной пазухе. Все смешалось в зарном море алого, багряного, лилового света, из туч встали зубчатые города, золотые башни их курились, из ворот мчались, словно рыжие кони войны. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, чтоб убивали люди друг друга. Слышит Тихон ровно голос бабеньки Ульяны. Да еще стоит в ушах жалостный гнус спичи слепого старика. Тогда зимой на заезжем дворе, как в Кремле в стрелецком карауле, видел он скачущего на коне по небу ляхом. Тихон им дотряхнул волосами. На вождение. Или значит бросай работу, подымайся на великую борьбу за правду, за народ, за свободный труд. А когда ж работать? А с кем бороться, как бороться? Сильны оба они, Тихон да Селиверст, да простецы они, ничего не знают. Кому их вести, что делать, как делать? Селиверст понурился, волосы опять закрыли ему лицо, говорил быстро и тихо. Что ж-то будет, от воевод да от бояр и так спасения народу нету, а теперь и попы все боярами того, гляди, станут, править народ, направеже будут, беда, монахи в воеводы полезут. Да кто сказывал про то, кто? Говорю монахи, я жил там, народу там много не сыщут, рыбу монахам ловил, хороши у них ловля-то, спаси бог, ох, хороши. Селиверст, навалясь на стол, теперь гудел неудержимо, монахам все ведомо, книги святые патриарх указал нынче переписать книги. По тем книгам отцы наши да святые люди трудились, молились, да землю спасали, а ныне те книги не в книге. Да патриарх чу иконы своей ручкой об чугунный пол бьет, жечь велит, мол, ведь страшно, что творит. Бесился он, что ли, запинаясь, выговорил Тихон. Греки, сказывает народ, патриарха учат. Чуднее, греков-то на Москву наехало, видимо, невидимо, их, вишь, землю всю поганые турки забрали, греки сами себя потеряли, ну и пустились нас учить, как нам спасаться. Куда деваться? Селиверст огляделся вокруг. Сказывай, Пухов, сказывай, чужих нет. В московской избе дяди Кирилла Васильевича, как они вот эдак самотайно сидели, дописали скопом челобитье, а ли и здесь, в Сибири самой, приходилось таиться. Селиверст высоко поднял правую руку с пальцами сложенными в два перста, потряс ею. Тем крестом все деды и прадеды наши крестились и молились, землю свою выстроили и оберегли, спасались сами и спасались от ворогов. Во! Два перста вытянуты, трое пригнуты. А ныне Никон указывает трое персты вытянуть, да вщепоть сложить, а двое пригнуть, эдак где только спастися. По что ж то? И кто де по-отцовски молится, тот проклят? Говорю, по что, а? Да эдак весь народ наш за труды его вековечные выходит проклят, так что ли? спрашивал Селиверст. А Тихон молчал. С Москвы были в Сибири вести о делах нового патриарха, да отец ему о том в отписках писал, и приказчики, что в Сибирь съезжали, сказывали дивные дела. Патриарх, где теперь великий государь, саму праву по Москве крепко творит, попов, монахов, да и мирских на цепь сажает батагами бить велит. — Мететься земля, — шептал страстно Селиверст, ей мететься, а чего делать не знаем, сумуем, плачем, бежим. И вдруг тут словно молния полыхнуло, распахнулось небо, осветило душу Селиверсту Пухову, вспомнил он, вспомнил женщина перед ним, вот она, сарафан синий, рукава белые, слезы по лицу льются. Жена, жена моя, Федосья, плачет, руки ломает скорбно, словно Божья Матерь, Селя, Селя, не бегай, не бросай нас с Ванюшкой, пойдем во брат в Мурашкина, робить будем, терпеть, пропадем ведь мы безо тебя. Все вспомнил он, значит, и сын у него был, Ванюшка, все отняла, все разрушила чужая ненасытная жадность, боярская гордыня, приказчичья жестокость. А во двор в ворота уж стучатся, собаки лают кругом голоса «Выдавай беглого мужика, тут, а он, мы его знаем, ломят». И сорвал в те поры у себя с груди он селиверст и жену и сынка бросился во двор, пролез с собакой сквозь пролазу припасенную в тыну. Задыхаясь, убежал тогда в осеннюю темную ночь в дождь босс в одной рубахе с засапожником в руке. Потом выследили его в бурлатской вольной ватаге морозовские истцы, вызнали, прислали ерыжек с мурашкина за ним селиверстом, чтобы схватить, уволочь, бить да поставить вновь на боярскую работу, от которой сбег он вместе с женкой Федосьей. А тут и женку пометал и сына. Опять побежал. Обижал он селиверст до прежтого за два года до бурлачества сбудных станов, что день и ночь дымили в дубравах вокруг Мурашкина, бежал из своей выйти, в которой на боярина работал. Давай, только, и слышали они от приказчика Богдана Аладьина, давай. И платили они мужики ему, Богдану, для боярина Бориса Ивановича с каждой выйти деньгами по пятнадцать рублей. Да на стол давали по два пуда свиного мяса, по гусю, да по поросенку, да по ведру малины, да по четверику ядер ореховых, да с дыма по гривенке масла коровьего, по курице сушеной, да свыти по гривенке шерсти, да по хомуту, да посту мотков льну, да набудное дело по корбу угольев, да по подводе свыти к Москве, да золы набудное дело по двадцать шесть четей, да дров свыти по четыре сажения, да давали они людей на все лето к будному делу возить из костров за лук горну, да к Волге вывозить по пять бочек поташа на день навыть, давай, только и слышен был голос Богдана Аладьина, и работали они без пристанки день и ночь Гривенка здесь фунт как вспомнил все это так и задохнулся от гнева от обиды свободен он мужик свободном и помрет и сидят теперь они оба могучих мужика в необъятной своей стране за богатым столом и оба они изобижены оба несчастны оба молчат каждый про свое думает и каждый друг об друга будто греется ну так ты куда ж теперь спросил Тихон Хабарова искать бросил Селиверст он вишь охочих людей собирает уходить в дальнюю землю на Амуррику лучше сказывают Амур Волги-то ну а другие в Литву бегут на Волгу бегут на Дону тоже много народу сбирается у казаков Тихон водил пальцем по скатерти сжав губы до бела Хабаров сказал он на Амуре Хабаров то идут идут туда к нему люди а сказывают его самого не увезли б в Москву в Москву поднял голову Селиверст Хабарова ага туда больно говорят горяч острог себе построил на Амуре Албазинский людей к себе собирает и усмехнулся не любит Москва ежели кто сам людей собирает скопом Хабаров верно вышел неуемной богатырской своей силой на Амур только уж после того как отъехал во своясе в Москву ограбивший его якутский воевода головин продержал его Хабарова головин год в якутской тюрьме застроптивость а сам воевода тем временем послал своего письменного голову пояркого проведать об Амуре доподлинно чтобы самому ему головину подвести бы Даурию под царскую высокую руку три года плавал по рекам и морю поярков на вылет прошел по Амуру до самого устья вышел в Ламское море по рекам Уде да по Мае да по Алдану вышел в Лену вернулся в Якутск шел прорывом без бережения своих а особливо местных людей он не щадил драл с них ясак нещадно а те вставали не замерялись повел он с собой сто двадцать семь человек служилых людей привел сорок погибали люди от голоду от бою цинжали вопили от бед поярков только кусал бороду маленький бледный а упорный да злой не дороги то у нас служилые люди буркнул он как-то на упреке в жестокости десятник пятак служивый два гроша и все жестокой нуждой люди пояркова дошли до людоедства доносил же он сам поярков в Якутск с реки Зеи с устья умлякома люди копали мерзлую землю жили травным кореньем и не хотя напрасной смертью помирать съели много мертвых иноземцев и служилых людей которые с голоду примерли человек с пятьдесят страшные об этом слухи по всей Даурии далеко пробежали вперед а поярков зато принес с собой в Якутск вести о Серебряной горе Стоит где-то гора в Амурской земле и все где амурские люди носят серебро кольца серьги обручи на шеях и пошла гулять оттого жадная молва по сибирским острогам заимкам церквам торгам кабакам за Урал перехлестнула о молочных реках до кисельных берегах и о том еще за теми деземлями недалеко китайская земля что торгуют шелками да кумачами разными а те товары возят на Москву кружным путем персидские да армянские люди а русские ими не торгуют головина отозвала Москва съехал в Якутск другой воевода Пушкин Василий Никитич в раз опять посыловал людей на Амур да те люди не сдюжили двухнедельного волокола через Яблоновы горы на Зею реку не вышли пришли во брат воевода Пушкин вскоре помер в Якутском остроге и плыл ему на смену по Лене другой Францбеков Дмитрий Андреевич Хабаров сидевший уже в своей слободе на Киренге реке встретил его в дороге на Лене перехватил и убедил что Амурскую землю силой не заселишь а нужно прибрать охочих до торговых людей что де всю Сибирь охватили и что де дело то выгодное новый воевода был из скрещенных немцев ловкач сам пройди свет и договорился с Ерофеем Павловичем и Хабаров стал людей прибирать покруто вкрутить Крутил а других кого хозяин прикажет отдурно унимать и смирять такое предприятие требовало больших сумм на завод и на запас хлеба на каждого участника так как Хабаров шел на это дело своими животами без государева жалования Хабаров думал набрать с собой сто пятьдесят человек покрутов а набрал их всего семьдесят возможно из-за больших расходов Хабаров должен был обеспечить и транспорт кочи дощаники под людей и под запасы под товары для обмена и торговли с местными людьми медь олова бусы топоры кожи и так далее по особенностям похода Хабарова нужно еще было и оружием всем этим деньгами и оружием пушками куяками порохом свинцом снабдил его воевода Францбеков за счет казны взяв с Ерофея крупные кабалы то есть заемные письма в свою пользу куяки наборные железных щитков доспехи оберегающие отстрел Хабаров получил и наказ от воеводы о том как он должен действовать наказ этот гласил ему Хабарову а с ним охочим промышленным и служилым людям ста пятидесяти человеком или сколько он приберет идти по реке Алёкме до реки Тугиру потом волоком нашилку для ясачного сбору и прииску новых земель дорогою идти бережно осторожно на станах ставить караулы дошедшие по Алёкме и Тугиру до волока поставить где пригожий острожек и укрепить его всякую крепостью накрепка чтобы будучи в том острожке для ясачного сбору от немирных людей было бы бесстрашно и ходить им из того острожку на немирных и на неясашных людей князя Лавкая и других чтобы они князцы себя и сулусных людей своих давали ясак наказ якутского воеводы был написан старым московским обычаем шел же Хабаров со своими семью десятками наемных казаков обычаем вольным поморским устюжский посадский торговый промышленный человек Хабаров стало быть учинялся теперь наравне с другими вольными казаками значился уже атаманом уже по пути на Амур Хабаровская ватага пограбила своих же русских промышленников соляные варницы сольвачиготца Павла Безимова отобрала запасы на зимовье у Андрея Ворыпаева возможно и то что и снабжена Хабаровская ватага была за скудостью средств хуже чем положено было и действуя именем воеводы хотела пополнить запасы в целях успеха предприятия весной 1650 года пришел Хабаров с шилки реки в Амур в землю князца Лавкая подошел к его городку а худая слава пояркова сделала уже свое злое дело городок был пуст весь народ даурский убежал увез свое все хозяйство угнал скот словно вымерший стоял большой городок а городок то крепкий Хабаров двинулся дальше вниз по Амуру стал станом под третьим брошенным городком вскоре с караулу прибежал человек едут пятеро конные всадники подъехали близко Хабаровский толмач их спросил что вы за люди ответили перед Хабаровым был сам князь Лавкай седой старик в соболье шапки два его брата зять да слуга а вы что за люди спросил Лавкай мы люди промышленные торговые везем много товару и подарков было сказано в ответ обманываете крикнул Лавкай мы вас казаков знаем сказывал уж один из наших был у нас Иван Квашнин идет где вас к нам с полтыщи и еще будут хотите вы нас всех бить и грабить ребят да баб в полон брать а ясак мы и так платим богдойскому хану великому и соболей у нас нету и посмотрим мы каковы люди и всадники ускакали пять городов прошел Хабаров и людей ни в одном не было убежали люди за Амур как велел им великий хан Шам-Шахан Хабаров повернул обратно в первый городок там разыскали его люди в земле много зерна и припасов закопано оставил там людей и поехал в Якутск нужно было посоветоваться что делать обстановка была очень серьезная с выходом на Амур перед упорными землепроходцами развертывалась во всей своей силе великолепная хлебородная черноземная Амурская равнина на Амур Хабаров выходил в самой северной и неприветной точке дуги Амурского Верховья и чем дальше на юг все тучнее по берегам становился чернозем открытых ровных степей все богаче колыхались жатвы чередуясь с необозримыми цветущими лугами шумными дубравами на холмах где паслись тысячные табуны коней многочисленный рогатый скот аатар и овец словно белые облака на зеленом небе большие леса темнели поодаль полноводные реки были обильно рыбой осенние и весенние путины давали невиданные уловы крепки в глинобитных стенах стояли городки с большими домами в стенах были и деревни окруженные огородами бахчами садами климат становился все мягче устья зеи и сунгари лежали на широтах черноморских степей южнее Киева сущий рай для хлебороба для черного человека самура отсюда можно было кормить хлебом всю Сибирь после таких рассказов Хабарова в якутском остроге воевода Францбеков донес об этом в Москву что прежде всего в этом деле нужны ратные люди тысяч с шесть отписки Хабарова сибирскими реками поплыли в Москву а Хабаров на следующую весну вернулся на Амур ведя с собой подмогу сто семнадцать прибранных охочих людей до двадцать одного стрельца с тремя пушками от воеводы вместе с тем Хабаров увез с собой на Амур запас железных сельскохозяйственных орудий сох топоров кос серпов взятых снова воеводы в долг в кабалу усилившись Хабаров с товарищами заняли городок князя Албазы Албазин верхние точки Луки Амура который стал сердцем скопов вольных охочих людей от всей Сибири отсюда удалось объесачить первых амурских князцов сам Хабаров в это время предпринял новые походы на кочах вниз и вверх по Амуру с великими трудами боями и кроме того с бунтами его охочих людей в общем он оценивал свое положение на Амуре совершенно трезво на усть Зее да на усть Сунгари сесть я не смел богдойский князь близко а войско у него большое с огненным боем донеся в Москву о необходимости подкрепить Хабарова Францбеков со своей стороны предпринял шаги в сторону самого великого хана Китая воевода отлично понимал что Хабаров вышел к самым неверстанным до того границам могучей древней страны вскоре из Якутска в Албазинский острог прибыл Тренко Чичерин привел еще более сотни охочих людей до двадцать пять казаков привез с собой Хабарову по тридцать пудов пороху до свинца до стопу бумаги для отписок воеводе сдав все Чичерин двинулся дальше он шел посольством к Шам-Шахану вез с собой такую грамоту государь наш повелитель силен да страшен он велит тебе Шам-Шахан сказать милостивое жалованное слово чтобы ты Шам-Шахан учинился под высокой его рукой со всем твоим родом и другими царями и князцями и ныне пишет тебе великий государь московский милостивые слова а не для боя а не учинишься ты под его милостивой царской рукою то велит тебе великий государь смирить ратным боем и города твои взять и чтобы не прогневать великого государя вели дань давать соболями самоцветами узорочьем и мехами всякими что в вашем царстве есть тебе по силе и тебе не устоять боем против людей великого государя однако дипломатическое посольство Чечерина не дошло до Пекина оно было перебито в пути погиб и сам посол Москва же в это время дает приказ верхотурскому да тобольскому воеводам Измайлову и князю Хилкову прибирать у Архангельска плотников сколь надобно слать их в Сибирь и в течение двух лет строить сотни судов для сибирских рек на Амур должно было плыть московское войско под воеводой князем Лобановым Ростовским Александром Ивановичем Тихон смотрел на Селиверста В Сибирь ты один что ли побежал Селиверст спросил Тихон Не миром шли из твоей ватаги помнишь хозяин шел со мной Тихомир Березкин и верно Тихомир уж больно тих да не дошел до Енисея Медведь заломал Медведь Ага Медведь Брелим мы в топоры под Сургутским острожком Да как же так Много там медведев то Ну насел Убили мы Медведь то Лесной боярин большой А Березкин глядим неживой Хороший был мужик Дай ему Господи царство небесное И другие тоже не все дошли Кто утоп Реки Глубокие Коряжные Кого лихие люди до смерти разбили Иноземные люди Зачем Свои наши Идут далеко Оголодают Ну Разбивают Есть то надо Волю Божьей Да ничто Нас все прибывает Сила Все тише говорит Селиверст Смирялась Неуемная Селиверст Сила Но Нелесные Пустыни До Труды Здесь Клонили К столу Его Буйную Голову А сладкий Хмель Да Еда У кого Еды Скудно Дохмеля Нет Кому Жизнь Не Сладка Не Утешна Те Глаз Не Заведут Не Прилягут Их Словно Вьюгой Вьет Гонит Все Вперед Оторвавшись От места От роду От племени Потерявши Свои Семьи До Животишки Летят Они Словно Семена Могучего Дерева Что Плечь За Тысячи Верст От Его Корня Плотным Севом На Добрую Землю Взойти Подняться Новой Подоблачной Рощей Говоришь К Хабарову Повторил Негромко Про себя Тихон А Селиверст Сразу Как Чуткий Зверь Открыл Глаза Сна В них Как не Бывало На Амур Реку Отвечал Он И улыбнулся На Амур Реке Земли Сказывают Словно Медовые Цветки Цветут Утешные Зерно Родится Ну Земчик Скотной В лесах Соболя Видимо Невидимо Зверь Не пуган Най Рыба В реках Как По веснам По сеням Идет Весло Торчмя Стоит Не падает Люди Там Живут Вольно Слободами Своим Обычаем Все Друг 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 В Одну Версту Поверстаны Заровно Амур Надежа Наша Глаза Селиверста Загорелись Великая Правда Смерти Не знает Медведь Людей Не заест А может Ты К нам Вартель Пойдешь Селиверст Говорил Тихон Поможем Вам Может Далее Самого Хабарова Дойдешь Работайте Кто Как Может По силе Наживайте До статок Ну Утро Вечера Мудренее Завтра Поговорим Спаси Христос На Добром Слове Тихон Васильевич Говорит Селиверст Вставая Докланяясь Мы Тобой Люди Твои Очень Довольны А народ У меня Есть Добрый Да Надежный Так Тянет В пустыню Их Как Гусей Не Обессудь Дружи На Угощении Иди В пуньку Ложись Отдохни Где Твои Пожитки Да Все На Мне С Неожиданно Доброй Улыбкой Ответил Селиверст Вставая И Кресясь На Иконы Спасибо Бог На Угощении Марья Позвал Тихон Никто Не Отозвался Тихон Огляделся Толкнул Дверь В сене Марья Стояла Тут же У притолоки Вытянувшись Сложив Руки Под Грудь Маша Тихо Кликнул Тихон Марья Окаменела Смотрела Гневно Проворчала Чего Марьюшка Говорит Примирительно Тихон Ты Того Дай Косю Этой дочь Что Муж Сухона Батюшкина Изба Его Тихона Детство Кружит Несет Пестрая Метель Из чего Вспомнилось Как На масляной Катит Он Тише На салазках Из-под Стены Города По Осыпи Вниз На Сухону А Спереди И Сзади Другие Мальцы В Рыжих Полушубочках Илюш Парнем Он На кулачки Бьется На первой Неделя Великого Поста Кружит Видение Каруселью В середке Все темно Страшно Нет-нет Сверкнут Оттуда Чьи-то Скорбные Очи Лампада Светит Спит Рядом Красавица Ей Что Думает Тихон Выросла Как Соболишка В камнях Да В кедровом Сланике А кедровник С орешками Рядом Ей Другого места Не надо Не видит Ничего Не думает Живет Боярни Добреет Олень Егубы Ест Почитай Кажд День Да Вот Наш Сбитень Медовый Полюбила Красиво А не Мила Нет Тянутся Тучами Бессонные Думы Что Ж Чужой Народ Наша Душа Ей Потемки С Кого И Спрашивать Сильверста Мужик Не уйти И тошно Ворошатся Как пчелы Вокруг Матки Тянут К нему Сюда Из-за Урала С Байкала Плывут Сюда Везут Хлеб Соль Железо Помогают Чтобы Народ Сильнее Жел По Бесчисленным Работают Эво Куда 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 По Земле Ушли Хватило Бо Своих Рук Чтобы Эту Землю Обладить Да Обиходить И то Славьте Господи За Правду Народ Встает Всегда Против Неправды Или Он Тихон Больше Встать Не Может Уйти Бы И ему Тихону К Хабарову Говорят Добился Вот Своего Простой Посадский Человек Хабаров Живет Мимо Воевод Сказку О нем По Всей Московской Земле Люди Несут И Подошли Плывут На Тихона Дремные Видения Жужжат Запивают Калики В престольные Праздники Селить Народа Гой Еси Земля Родная Земля Матерая Матерь Нас Еси Ради Вспоила Вскормила И угодьями Наделила Земля Нас Породила Злак На Пользу Взрастила Пользой Бесов Отгоняти И В болезнях Помогати На Земле Сидеть Ему Тихону Надо Примарьем Годы Идут Васенька Сынок Подрастет А Селиверст Пусть Идет К Хабарову И Не Один Как Перст А С Людьми Селиверст Будет Помогать Хабарову А Я Ему Помогу Селиверсту Пусть Идет Уже Хочем Сени Пылинки Пляшут В солнечных Лучах Вышел Умылся Из охладевшего Оловянного Рукомойника У избы Утерся Подолом Рубахи Помолился На собор Сел На бревнах Сложных У ворот Надо Ждать Утро Ядреное Что Яблочко Крепенькое В тенях Кое-где На пожухлых Кудрявых Плетнях Сверкает Еще Первый Непрочный Заморозок За Благовестили Кранние Обедни Двор Оживал Закипал Делом Ворота Дворник Распахнул На распаш За воротами Площадка Небольшая Ее Обступили Башни Высокие Рубленные Над избами Дымки На площади Уже Торг Утренний С площадки Во двор Люди Бегут И русские И местные В расшитом Шерстями Мехуда В замшах Въезжают Выезжают Подводы Эй Кричит Средь двора Курносый Парень В красной Рубахе Большие пальцы Рук заложив Важно За поясок Эй Камбару Заезжай Или Впервой Под свежим ветром Березка Скосила Зеленые косы Свои Желтыми Уже Косоплетками Бросила Их По ветру Сквозь Березку Лиловый Ветровой Енисей На нем Белые Гребешки Пашенный Человек Невозмутимо Сидит На возу Дергает Вожжами Монгольская Его Лошаденка Ерится Бьет Задом Скачет На дыбки Передом Рослый Тунгус Со связкой Мехов В руках Принес Сдавать Смеется Скале Белые Зубы Чего Его Коняка Однако Говорит Он Миролюбиво Идет В счетную Избу Все больше Людей Снует Между Избами Дамбарами Тащат Тюки Мешки Бочки Катят Подводы Везут Товары Со двора Через площадь В водяные Ворота Под башней Мимо Стрельцов Что дремлют Опершись На бердыши Под греющим Солнцем На реке Грузятся Ранней Этой осенью Дощаники Пойдут Реками К Уралу За камень Вустюг Архангельск В Вологду В Москву Чтобы поспеть К самому Рождеству Двадцать пятое Декабре Во двор Вывела Толстая мамка Гулять Поутру Васеньку Басова Толстоногого В суконном Кафтанчике В шапочке С лисьей Опушкой Быстро Проходит В счетную Избу Из горницы Тихон Васильевич Нагнулся К сынку Нахлобучил Ласково Ему Шапочку Бежит Дальше Нет Теперь В тихоней Следа Былых Сомнений От которых Он мучился Почитай Всю ночь Указывает Приказывает Словно Откет Ковер Шьет Овчинное Одеяло Прикрыть Сибирскую Землю И снова Кричит А кто Кормщиком Пойдет С дощанниками Крикнул Кормщик А Кормщик То Ведь Селиверст Ах Ты Совсем Про него Забыл Про друга То Он Как Ну Видит Сидит Селиверст Смирно Ждет Ребята Кричит Тихон Шумните Мне Мужика Вон У ворот На бревнах Ишь Ведь Марья Не Напомнит Идет Селиверст Между Столами Большой Широкий Как бы Чего Не Задеть Прости Ты Меня Селиверст Запамятовал За делом Взгляд Утихон Ясный Твердый Не Тот Что Был Вчера Пойдешь С твоими На всход Солнцем Говорит Он Бог Даст Доберетесь До Хабаров Будете На Амуре Соболей Ловить Да На полдень Пробиваться Доколе Мочно А я Тебе Помогу Отселье Так Давай Ищи Товарищи Кланяется Селиверст В пояс Поученому Шесть счетов Просчитать Вниз Пальцами Землю Тронуть Да В шесть Счетов Вверх Подыматься Спаси Бог Говорит Он Улыбается Много Довольны Согласны Мы Сообща Будем Ерофею Помогать Говорит Тихон Постукивая Пальцами По столу И вдруг Вскидывается А я Беспамят Илья Ты что Завтракать Иди К бабе Она тебя Накормит И вспомнив Грозное Лицо Марьи Хмурится Дай-ка Я с тобой Пойду Так-то Верней У выхода Строчивший На колени Отписку Вустю К подьячий Подняв Одну Бровь Посмотрел На Хозяина Поскреб Гусиным Пером За ухом А Беспамят И то Ты Тихон Васильевич Сказал Он Воевод Ты еще С утра Вдруг Горить По Тебя Присылал Аль Не помнишь Ах Ти Вскрикнул Тихон Вскакивая И тенясь За кафтаном Сильверст И погодь Вернусь Я Посиди Спаси Бог Снова Сказал Кланья Сильверст Мног Довольный Тихон Боком Между Столами Выбрался Из избы Застегивая На ходу Кафтан Приказный Следил За ним Вертя Головой Иш Понесся А не скажи Все Забудет Дела Воевода Пашков Вершил Дела Стол под Красным Сукном Был Завален Длинными Свитами Склейками В избе Было Душно Уж Больно Людно Все Как в Москве Только Разве Беднее Подьячие Поплоше Порванее Зем 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 Ярышки Притащили Только что Мужика Хвалился Тот Всякий Дион Заговор Знает Может И зверя На ловца Пущать Колдуна Седого Старичишку Привели Протолкнули К столу Перед Воеводой Тот Трясется От ветхих Лет На согнутых Ножках Сам В лаптках В анучках Белых Но Зеленые Глазки Посверкивают На воеводу Остро И умно Ты Что ж Колдун Спрашивает Вода А как же Милостивец Колдун Я Христовым Именем Кормлюсь Я-то Но воевода Уже Обращался К Тихону Тихон Васильевич Поздоровуль Садись Вот редком Весть И есть Хабаров То Ваш Человек Ага Устюжский Посадский Здрав Буди И ты Афанась Филиппич Выговорил Тихон Опускаясь На скамью Рядом С воеводой По что Кликал Дело Есть Близко Дышал Воевода В лицо Тихону Густым Запхом Перегара И чеснока Тайно Хочу Тебя Упредить Пишут Мне Из Тобольска Отписку Проехал С Москвы Человек Посол К Хабарову Дворянин Зиновьев Вот он Дворянин Зиновьев С Москвы От государя Тому Ерофейке Хабарову Милостивую Богомольную Грамоту Да Гривну На шею Золотую Да Людям Его Триста Гривен Тош Серебряных Чуешь Награждение Ага Вон Куды Хабаров Выходят Великие Люди Значит Теперь Торговых Охочих Людей Со Служивыми Верстать Будут В одну Версту А как Так Можно Государь Пади Указал Как Отошел От вопроса Тихон Глаза Воеводы Маленькие Острые Смотрели Встревожено Так Ты Ежели Хабарова Знаешь Ты Мне Подмогни А то Ежели Он Теперь Замес Воеводы Будет Нам Тоже Ухо Востро Держать Надь У тебя На Москве Кто Есть Дядя Кирилл Васильевич Босой Где Сидит Московский Знатный Гость С сибирским Приказом Работает Так Ты Тихон Васильевич Отписал Бо Ты Тогда Мы С тобой Рука Рук То Моет Всегда Ладно Живем Ты Отпиши Теперь В Москву Как Писать Будешь То А то И Афанасий Филиппч Подмигнул Глазком Из-под Волос Как Бы Дурно Не Было Какого Чего Нам Ссориться Ссориться Продолжение следует...